Добрый день, меня зовут Дина Канделаки. И я всегда выступаю и говорю о том, что вы все являетесь носителями контента, и более того, не просто теперь уже носителями контента, а вы являетесь теми самыми передатчиками контента, которым когда-то в свое время были только телевидение или газеты. Вы знаете, сегодня даже сложно представить себе, что, например, во время Великой Отечественной войны люди вообще о войне узнавали только потому, что они приходили в кино и видели кинохронику. Или, например, во время Первой мировой войны сложно себе представить, что люди вообще о каких-либо событиях узнавали только потому, что у избранных была возможность прочитать газеты, в этих газетах даже не было тогда фотографий, и вот так распространялась информация. Сегодня мгновенная информация передается сразу же как цепная реакция всему миру, лишь бы только в месте события находился человек, был интернет и был телефон. Вы знаете, я имею такой двойной опыт человека, который работал на телевидении, потом ушел работать в интернет, потому что, вспомню прошлое, я когда-то вела программу «Нереальная политика» с Андреем Колесниковым, которая, кстати, была первым телевизионным проектом, впоследствии ставшим телевизионным, который начинался в интернете. Мы, собственно говоря, начали делать проект в интернете, а потом у нас купило его телевидение. И вот как раз мы тогда бравировали просмотрами и говорили о том, что, ну, слушайте, зачем нам телевизор, если есть интернет? В принципе, люди точно так же могут смотреть тебя на экране, никакого значения не имеет, где этот экран. Кстати, теперь уже, я думаю, по-другому имеет значение. Важно, чтобы экран был под рукой, потому что сколько раз в день вы видите телевизор? Вы его утром видите? Ну, вот поднимите руки, кто видит телевизор утром. Ну, в смысле, даже не включает телевизор, а просто видит, помнит, что он сегодня видел телевизор. Прекрасно. Кто вечером видит телевизор? Вот там я вижу много людей. Люди, поднимите руки, кто вечером, когда приходите домой, вот вы видите, не то, что включаете, а просто видите телевизор. Ну, объективно, там не надо даже оборачиваться тем, кто сидит в первом ряду, нас немного. То есть это говорит о чем? Телевизор для вас это то, что у вас под рукой. Ну, то есть если так условно говорить. То есть тот телефон, который вы держите в руке, он вам через медиаметрик рассказывает о всех новостях, через приложение говорит о том, что вам интересно. Вы в разных формах, будучи зарегистрированным на разных сайтах, имея приложение, соответственно, разных средств массовой информации, получаете информацию так, как вы хотите. И сейчас умничать долго не буду, потому что я под глубоким впечатлением Рея Курцвелла и того, что он предсказывает в ближайшие 15 лет. Но, вы знаете, наверное, кто смотрел сериал «Черное зеркало», фантасты правы и футурологи правы. Дальше дело только за чипом, который будет в голове и который будет мгновенно считывать любую реакцию. И более того, вы знаете, я под впечатлением спойлить не буду, кто видел там второй сезон, а кто не видел, прям посмотрите, о том, к чему приведут лайки. И что лайки все-таки в конце концов должны стать вообще социальной валютой. И через них, соответственно, мы уже будем получать услуги. Но давайте так, от космического будущего, когда мы уже будем не ездить в пробках по Москве, а летать на специальных, уже разрабатываемых летательных машинах, я перейду к делам нашим скромным. Это, собственно говоря, киберспорт, который мы показали на телеканале МАЧ-ТВ. Первый ролик о том, как это все хорошо. Дальше небольшой текст, потом еще один ролик. И финально, соответственно, я вам покажу, как это все будет выглядеть на телеканале МАЧ-ТВ и выглядело в течение 2016-2017 годов. Прошу включить ролик. На спортивный канал мы должны задавать ренды. Все самое модное, все самое современное, технологически прорывное в спорте должно быть на телеканале МАЧ-ТВ. Сейчас можно сделать минус, пару минут, но тот с вертухи. Невероятным хэдшотом забирает ваш убийца. Поэтому мы будем представлять киберспорт на телеканале МАЧ-ТВ. Мы с вами находимся в шикарном отеле в центре Москвы. Можно подумать, что здесь сегодня пройдет очередной сертирал. Но на самом деле это не совсем так. Сегодня здесь проходит один из крутейших турниров по киберспорту, а точнее по игре «Контер-страйк» в «Глобал Афенс». Раньше, когда начинались турниры по «Контер-страйку», по «Доте», неважно, когда вообще киберспорт начал зарождаться, все это дело происходило в подвалах. Может быть, я не бегаю и не прыгаю, но, ребята, и вы в своих видах спорта не принимаете таких стремительных решений, как мы. Возьмем игроков в теннис. Мы также должны быть максимально сосредоточены. Но в это время вокруг шумит многотысячная толпа. Да и в наушниках полный беспредел. Мы не просто покажем дайджест, мы не просто проведем прямую трансляцию. Мы еще сделаем большое ток-шоу, пригласим всех основных участников, кто будет в Москве. Это был однозначно самый большой турнир в истории, который был проведен в России. Возможно, можно даже сказать, что это самый большой турнир, который был проведен вообще в Восточной Европе. Значит, так как все люди информированы, все читают средства массовой информации, вы наверняка следите и за рейтингами, и за цифрами, и за телеканалами, и за проектами. Почему все-таки мы одним из первых телеканалов решили показать киберспорт? Ну, вы, наверное, прекрасно знаете, что на Западе все-таки спортивное телевидение в большей степени это платное телевидение. Поэтому если есть спрос на киберспорт, значит, есть, конечно же, платный канал про киберспорт. Если есть спрос на гольф, там, знаете, 300 тысяч подписчиков у этого канала и все миллиардеры, и они, соответственно, смотрят гольф. А у нас в стране несколько ситуаций иная. Мы флагман телеканала Матч ТВ, да, мы имеем 13 тематических каналов, но все-таки в силу того, что спортивная культура или культура спортивного телесмотрения в нашей стране, конечно же, еще не является показательной, не самой развитой, поэтому мы вынуждены какие-то проекты, скажем так, опробовать в эфире федерального канала и пытаться их развить и сделать модными и популярными. Я знаю Антона Черепенникова, и он тоже, я не знаю, выступал перед вами или нет, но рекомендую его прогуглить. Это руководитель компании «Спортс». Как человека, который очень продвинут в этой сфере и долго со мной спорил, наше знакомство, собственно говоря, с этого и началось, что мы должны платить большие деньги за то, что будем показывать киберспорт. Почему? Потому что во всем мире, в принципе, права уже стоят серьезных денег. Я в свою очередь ему объяснила, что наша модель несколько иная, потому что телевидение меряется рейтингом и только по этим показателям телевидение продается, а у киберспорта с первого раза, безусловно, никакого рейтинга большого быть не может. Если мы в это не вложимся творчески, не сделаем большое количество обвязок, телепрограмм, телепередач. И вот долго мы с ним спорили, 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 в итоге нашли консенсусное решение, благодаря которому киберспорт появился на Матч ТВ, и в частности мы показали большой турнир, организованный из «Форс». Понятно, что здесь как бы… Давайте перейдем сразу к следующему слайду. Здесь в первую очередь разговор должен идти о деньгах, потому что контент рождается, потому что на него есть спрос, контент начинает развиваться, потому что его кто-то покупает, и контент умирает, если спрос на него падает. Но это из открытых источников цифры. Возможно, они могут в плюс-минус в ту или иную сторону двигаться. Вот посмотрите, какие финансовые показатели у рынка киберспорта были в 2016 году. То есть глобальный рынок аккумулирует практически уже под миллиард, 891 миллион долларов. Поэтому, естественно, не двигаться в этом направлении мы не можем, потому что там, где в мире есть деньги, они рано или поздно должны появиться и у нас в стране. Значит, вот прогноз доходового роста аудитории в киберспорте. Причем по системе Твича вы прекрасно понимаете, что это как раз пример интерактивного телевидения. Когда люди не просто смотрят, люди еще и платят, люди еще и участвуют, люди интерактивно принимают участие как бы в том контенте, который они видят. Вот за этим я точно считаю будущее телевидение, потому что что вас всех сейчас раздражает? Что вы, в принципе, как бы в любой сети вступаете как бы в дискуссию, и можете быть не просто участником этой дискуссии, вы можете выйти в другую ветку, можете возглавить эту ветку, можете стать ньюсмейкером, можете, собственно говоря, как бы повернуть эту дискуссию в любую сторону. А телевидение, оно монументально. То есть вы не можете в нем принимать участие. Поэтому, соответственно, мы развиваем очень много форматов, как, например, тот же матч-клуб. И это очень для меня показательная история, когда ты во время трансляции можешь принимать участие в разных голосовалках. И будущее, наверное, за тем, чтобы ты в принципе в момент прямого эфира, наверное, отчасти мог бы влиять на контент. И вот в этом смысле киберспорт, так как он является, ну, скажем так, локомотивом такого абсолютно нового и такого как бы телевидения обмена информацией, поэтому, наверное, как бы, да, вот посмотрите, какая интересная строка доходов. Это доходы, которые инвестируют сами зрители. Ну, то есть, собственно говоря, когда они платят через Twitch, когда вкладывают свои деньги. И вот, собственно говоря, миллиард 230 – это ожидание в 2019 году от индустрии, от индустрии как бы в целом. То есть, это очень большие деньги, которые, к сожалению, еще раз говорю, пока не показательны для нашей страны, но когда, как бы, ты понимаешь, что в мире рынок развивается в эту сторону, ты понимаешь, что рано или поздно мы тоже окажемся, ну, во всяком случае, хотя бы участниками небольшой части этого пирога. Следующий слайд, если можно. Я здесь хотела вам показать, как бы, собственно говоря, как формируется эта сумма, из чего она состоит, эти интересные сегменты. Конечно, онлайн-ставки. Тут я могу вам сказать, что опыт полутора лет работы на спортивном телевидении дает мне возможность абсолютно точно сказать, что, конечно, основное количество денег – это ставки, потому что спорт азартен, люди хотят делать ставки, и это деньги сегодня, здесь и сейчас. Мы достаточно плодотворно сотрудничаем как бы с разного рода контрагентами, и я думаю, что в силу изменения в законодательстве и возможности эти деньги апробировать в большей степени с учетом социальной ответственности за эти деньги, конечно, мы будем делать тоже новые форматы, связанные с возможностью делать ставки онлайн. Но вот посмотрите, здесь, значит, 59 миллионов – все-таки один из самых больших кусков в сравнении с тем же призовым фондом – это онлайн-ставки, дальше любительские микротурниры, продажи билетов, мерчендайзинг, спонсорство, телевизионные права и реклама. Это то, о чем я вам говорила, это, собственно говоря, наш спор с Антоном. То есть вы понимаете, о каких деньгах идет речь. Опять здесь, так как есть возможность с аудиторией поговорить и прокоммуницировать, и ответить на вопросы, которые, я знаю, всех волнуют, это, собственно говоря, разговор про Ла Лигу. То есть за год я чувствую, что практически я стала символом испанского чемпионата по футболу. Но вот ответ на вопрос был очень простой. Почему мы не купили? Потому что очень дорогие права. Что значит покупать то или иное соревнование, тот или иной вид спорта, тот или иной турнир? Это значит быть уверенным в том, что рекламная модель позволит тебе эти деньги отбить. Так вот, условно, как это неудивительно, там та же испанская премьер-лига у нас в стране пока не отбивается. Поэтому, соответственно, вы видите здесь очень большое количество денег, оно, естественно, аккумулируется на спонсорство и на телевизионные права. То есть, соответственно, телевидение, телеканалы, платные телеканалы платят разным турнирам по киберспорту деньги за то, чтобы, соответственно, стать правообладателем. С Антоном познакомилась, он мне рассказал, для меня это было, например, открытием. Я не знала, что у многих спортивных команд есть уже такие кейсы, они инвестируют в киберспорт. И вот из наших, например, это «Спартак» и «Динамо». Они уже инвестируют в киберспорт. Соответственно, футбол очень близок. Как вы понимаете, там в ФИФУ играют все мужчины в той или иной степени, увлекающиеся футболом. Поэтому, так как это достаточно параллельные сферы, вот идет генерация такого потока денег. Можем перейти к следующему слайду. Я помню, было 15 минут. Интересно, кто же увлекается киберспортом? На первый взгляд, если ты не вовлечен в эту тему, тебе кажется, что это исключительно мужчины. Сразу возвращаемся к деньгам. Те, кто имеют отношение к рекламным деньгам, вы понимаете, главная проблема всегда спортивного телеканала в чем? Что это мужчины. А как бы, да, там абсолютно очевидно, что для телевизионной модели и рекламной модели нужны женщины. Куда бы я ни пришла, в какое агентство, мне говорят, женщин дайте. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Как я вам дам женщин? Даже во время Лиги чемпионов, это мужчины. И сразу эти мужчины дорожают, потому что чем выше стоимость прав на то или иное спортивное событие, тем дороже эти мужики. А эти мужики, они на открытом федеральном канале находятся в момент того вида спорта, который они не любят, а потом они, естественно, мигрируют на какие-то другие телевизионные события. Они не смотрят спорт беспрерывно. Почему, собственно говоря, как бы, понятна модель по подписке? Когда ты один раз ему продал, и дальше тебе абсолютно все равно, он все матчи английской премьер-лиги посмотрел или, условно говоря, как бы пришел только на один матч. Главное, чтобы он купил подписку. А у нас ситуация другая. То есть, условно, вы у нас, мужчины дорогие, один вид спорта посмотрели, а потом пошли на новости. А потом вам захотелось аватар посмотреть, допустим. И, соответственно, вы для нас, ну, как бы, вы вообще мужчины телеканала Матч ТВ, вы очень дорогие мужчины. И нам все время говорят, а женщин дайте. Я говорю, ну, вы понимаете, мы даже исследование провели, хотят для мужчины смотреть спорт вместе с женщинами. Вот есть небольшая аудитория молодых женщин 18-24, которые в современном мире готовы бороться за то, чтобы рядом с мужиком смотреть спорт. Но в целом, конечно, мужики не хотят. Анонимно они нам отвечали, что, слушайте, я хочу нормально сесть там с пивом, с чипсами, с друзьями, как бы, да, там, с нормальным французским языком, как бы, глядя на нормальный наш турнир, когда идет просто жара, проявить себя в полной мере. А тут рядом женщина, с которой все равно надо себя сдерживать. Поэтому не хотят мужчины смотреть спорт с женщинами, но женщины в спорт прорываются. Поэтому вот как раз киберспорт – это пример вам. 20% женщин смотрят, любят, играют. И, собственно говоря, впоследствии я вам представлю, как бы, прелестнейшую ведущую, собственно говоря, киберспортивного направления на телеканале Матч ТВ, которая сама является известным игроком в ДОТ, это Лену Урусову. Молодая, красивая, современная девушка, секси, с хорошим русским языком, как бы, абсолютно несоответствующая тому клише, которое существует в отношении киберспортсменов у широкой телевизионной аудитории. Я не говорю о специфической аудитории. Переходим к следующему слайду. Ну, здесь мы хвалим себя и говорим, что мы хорошие, мы, правда, очень хорошие. То есть, опять, что касается трансляции, вот чтобы вы тоже понимали, разные цифры, разные, как бы, сайты все время показывают, но по совокупной аудитории вы понимаете, сайдмач ТВ и спортбокс – это все равно самая большая аудитория в интернете. Почему? Потому что у нас, опять-таки, права на все ведущие турниры, существующие в данный момент в мире. В любом случае, это только мы можем показывать Лигу чемпионов, только мы можем показывать Лигу Европы, это мы показываем вам Олимпиаду все равно, как бы, плюс с тематическими каналами в полном объеме, это мы вам будем показывать Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу, даже несмотря на то, что права еще не приобретены. Так вот, например, во время Олимпиады в пиковые точки соревнований, когда решалась судьба наших сборных, на сайт Матч ТВ заходило до 450 тысяч человек. Ну, то есть это пиковый показатель во время самых главных международных соревнований, когда решается судьба сборной, то есть это топов-дотоп. Ну и вот, например, 60 тысяч для такого достаточно непривычного контента, я имею в виду просмотр трансляции на нашем сайте, это очень хороший показатель. Поэтому я, например, сейчас пробую вместе с командой, которая занимается диджиталом на Матч ТВ, делить даже ряд трансляций, которые у нас есть, которые мы, например, не показываем по телевидению, и оставлять их исключительно, допустим, там для того же спортбокса. Да, и, например, опять-таки, следующий шаг, вы знаете, очень многие партнеры, я сейчас даже их называть не хочу, по крупным соревнованиям, которые мы делаем в России, нам предлагают пробовать схему pay-per-view. Но вы знаете, вот я не знаю, я и очень хочу, с одной стороны, например, в тех же боях попробовать pay-per-view, потому что в боях эта возможность еще есть. То есть, условно, ты понимаешь, что можешь перестраховаться за счет денег со всего остального мира, потому что если у тебя бьется, там тот же, например, Федор Емельяненко с каким-нибудь, как бы, да, там, условно, там, с ним же Мальдонадо возьмите, то есть ты понимаешь, что ты можешь продать pay-per-view на весь мир. Но вот рискнуть и продавать pay-per-view, например, по России, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, что, условно говоря, даже суммы, которые мы заработаем, они даже не окупят расходы на съемку, собственно говоря, тех турниров или той трансляции, которую мы будем показывать. Так как мы телевидение абсолютно бизнес-ориентированное, и вы много про нас читаете, знаете, что дорогостоящие права, естественно, как бы, да, там, очень сложно окупать, мы в этом смысле абсолютно открыты именно к партнерским проектам. Мы многие проекты запускаем уже при наличии, например, спонсора, как, например, тот же «Легионер», мы запустили, когда на него уже был спрос у спонсоров, и мы понимали, что у этого проекта уже изначально, как бы, с точки зрения стоимости цена будет, возможно, как бы, да, там, исходя из той стоимости часа, которая есть на нашем канале. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что киберспорт относится именно к такому контенту. С точки зрения контента, как контента околоспортивного или, там, спортивного, который ты можешь поставить, рассчитывать на долю и рассчитывать на рекламную форму заработка, конечно, я не буду лукавить и говорить, это очень молодой контент, это точно, как бы, да, там, не то, что будет, как бы, давать возможность, там, занять собой другие виды спорта. То есть абсолютно очевидно, что когда мы показываем футбол, когда мы показываем хоккей, когда мы показываем, там, бои, бокс, биатлон или, там, ту же Формулу-1, конечно же, ни в какое сравнение с этим киберспорт идти не может. Но при наличии партнеров мы готовы заниматься сторителлингом, потому что с точки зрения сторителлинга это очень интересно. Кто такие эти герои? Кто эти молодые парни, 16 лет, ставшие легально первыми миллионерами в своем поколении? Почему, собственно говоря, молодые красивые девушки решают проводить ночи в этой игре? Собственно говоря, что из этих людей получается? Дальше, как бы, да, там, первые люди, ставшие первыми миллионерами, сохраняют они эти деньги, инвестируют они в какие-то... Вот где женщин-то можно брать. Вы знаете, на самом деле, безумно интересно. Я обожаю программу First Take. Нет, 50 for 50 есть на ESPN программы. У них был культовый цикл из 30, что ли, фильмов о том, как в разных видах спорта спортсмены, заработав большие деньги, потом их теряют. Вот, например, американский футбол это классика жанра. То есть все миллионеры в американском футболе, молодые сексуальные парни в очень раннем возрасте, заработавшие свои первые, там, 10, 15, 20, 30 миллионов, они все потом становятся практически, ну, простите меня, не записывайте бомжами. Ну, то есть, как бы, уникальное свойство. То есть вот того, что они даже инвестировать не могут. Вроде у них есть, там, агенты, вроде у них есть советчики, вроде у них есть какие-то бизнес-инвестменты, там, партнеры. Но все, как один, теряют деньги в большинстве своем. Там, или истории баскетболистов, которые тоже зарабатывают очень большие деньги. Часто, как бы, они меньше, чем американские футболисты, если оно открытое, если это, как бы, федеральный канал, рассказывающий про спорт, то, соответственно, нельзя рассчитывать на то, что спорт, который, ну, давайте правду говорить, в нашей стране не является самым популярным развлечением, вы это видите, даже придя один раз в жизни на стадион, сразу резко станет конкурентоспособным или вообще станет конкурентоспособным по отношению к обычным федеральным каналам, показывающим классику телевидения. Это, конечно же, кино, это, конечно же, сериалы, и это большие развлекательные проекты. Но в чем есть потенциал? Телевидение — это про людей, телевидение — это про героев, это про эмоции, чувства, это про страсть. Поэтому, как только появляются новые герои, абсолютно неважно, они появились из «Голоса» или они появились из «Легионера». Это новый ведущий в лице, условно говоря, 10-15-летней давности Димы Нагиева, который вдруг появился на экране и зажег страстью «Первый канал». Или это, условно говоря, Валерий Карпин, которого никто даже представить себе не мог два года назад в качестве ведущего телеканала «Матч ТВ», а сегодня это абсолютно конкурентоспособный ведущий, аналитик, звезда телеканала «Матч ТВ», который может быть в одной линейке с ведущими первого ранга в нашей стране в своей сфере и в своем жанре. Поэтому, так как 15 минут у меня истекло, то есть там дальше в презентации все только про то, что мы будем показывать. В основном, давайте сразу перейдем к этому слайду. Можно сразу быстро пролистать? Я как раз про это и говорила. Вот вернитесь, важный слайд про цифры, потому что это и для меня, и для рекламодателей важная лакмусовая бумажка. Это следующий слайд. Собственно говоря, когда, кто и каким образом смотрит. Следующий слайд. И следующий слайд. Но уже, видимо, пропустили. Значит, тогда я у себя посмотрю. Давайте я у себя посмотрю, чтобы просто цифры все услышали и зафиксировали, какой есть потенциал и на что можно рассчитывать. То есть потенциал следующий. В аудитории, значит, 18-24 по Москве доходила доля до 16. Ну это понятно, как бы ночной показ. А вот, например, по России доля доходила до 4,7. Опять-таки, мы смотрели слоты. Это на телеканале Матч ТВ, то, что я вам сказала. А на, соответственно, тематическом канале Матч Игра по России до 1,9. И опять-таки, тоже другое мероприятие до 4,8. Заканчивая свое выступление, почему как бы это важные цифры? Аудитория 18-24, собственно говоря, как бы возвращаясь к вашему монологу в начале, она телевидение не смотрит. Ну то есть у всех, у кого есть дети, там, наверное, как бы, да, там, это уже данность, которую вы и так, как родители, знаете. Они не смотрят, потому что долго, потому что нельзя в этом участвовать, потому что нельзя это троллить. Вообще, если что-то нельзя троллить, им вообще это неинтересно. И поэтому, соответственно, они выбирают совсем другие сферы коммуникации и возможность получения контента. Тут я, например, сужу по своим взрослым детям-подросткам, им контакта вместо телевизора абсолютно достаточно. Там они и посмотрели контент, там они и обсудили, там они и зашли, соответственно, в группы, там и потроллили. Ну и, соответственно, это гораздо интереснее, нежели смотреть тот же контент по телевизору. То есть они смотрят телевизионный контент, но просто смотрят в других средах. И вот для того, чтобы задача телевидения, для того, чтобы в будущем сохраниться в чем? Каким образом их якорно привлечь к себе? Вот мы 18-24 через киберспорт привлекли. И в этом смысле мы, естественно, единственная каталка, которая может похвалиться вот этой аудитории в самом широком смысле этого слова, которая пришла, поняла, и если мы будем это целенаправленно, как вам сказать, последовательно этот контент развивать, она будет этот контент рассмотреть вместе с нами и развиваться вместе с нами. И, соответственно, таким образом расти как часть ядра аудитории нашего канала. Спасибо большое за внимание. Я просто финализирую свое выступление. Я добавлю, наверное, вы в курсе, что в четверг открывается большая арена. Вы знаете, да? Или не знали? Знали, да? Да, открывается огромная арена. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, есть ли будущее у киберспорта на телевидении в России. Антон всех приглашает туда, черепенников. Я была и видела как бы в стадии стройки, но это, я насколько понимаю, одна из самых больших арен по киберспорту в Восточной Европе как минимум. А уже по отношению к миру не знаю, но это какое-то грандиознейшее сооружение, которое, собственно говоря, в четверг он презентует в надежде на то, что оно будет заполнено. И это как бы достаточно такой смелый шаг, потому что, когда ты понимаешь, что не все приходят на, собственно говоря, футбольные, как вы понимаете, матчи и заполняют стадионы, вот как бы люди, которые зарабатывают на киберспорте деньги, реальные инвесторы, спонсоры и, собственно говоря, держатели процесса, и на телевидении. Спасибо. Я сейчас пойду в зал посмотреть, есть ли вопросы. У меня крошечный вопрос, пока я, значит, зрителей опрашиваю. Проблема вот аудиторная женщины и молодежь, это только на телеканале. Какой разрез аудитории на сайте? Есть ли такие же проблемы на сайте? Нет, на сайте профиль, скорее всего, плюс-минус. Я сейчас боюсь путаться в цифрах, но там где-то плюс-минус 45-55. 45 женщины, там в зависимости как бы от спортбокса. Спортбокс более мужской, а матч ТВ, мы, собственно говоря, его и релончить сейчас будем, как более, как бы, да, там такой лакшери-телевизионный сайт. А вот спортбокс, конечно, более мужской. Вы же понимаете, это очень сильно зависит от того, какой контент. То есть как только мы чуть-чуть прикручиваем мужской контент, соответственно, приходят женщины. Вот, вот, вот. Я туда как раз и копаю. На спортбокс или на матч ТВ? На матч спрашиваю, потому что по спортбоксу мы работаем, знаю, у всех там одни и те же проблемы. Все говорят про нехватку молодежи. Ну, потому что он достаточно, мы его так и делаем. Вы знаете, если говорить с точки зрения там авиации, вот мы долго между собой придумывали, как же нам это объяснить людям? То есть матч ТВ, это скорее всего будет такой, как бы, первый класс Эмирейдс, а, собственно говоря, спортбокс, это будет бизнес. То есть там суши, там четче, там качественнее, там, безусловно, будете получать то, что вы не можете получить нигде. Там тоже вот, например, сейчас боюсь прианонсировать, но мы, например, рассматриваем варианты, когда, например, часть игр АПЛ, которую мы не показываем ни на тематике, ни на федеральном канале, мы, например, будем показывать на спортбоксе. Еще не знаем, пеппервью, не пеппервью, какой форме, в каком формате, но мы хотим там тоже вас развлекать. Но развлекать очень, скажем так, директорли, для тех, кто конкретно любит только спорт и пришел только за трансляциями. А, конечно, сайт матча, это больше, как бы, в этом смысле, большой развлекательный портал о спорте, который в разных формах будет показывать разный контент. И, может быть, даже будет отчасти неким хабом, на котором будут появляться форматы, которые, впоследствии, мы опробировав его на сайте, будем, как бы, использовать уже на телевидении. Вопрос такой. Мы сейчас просто готовим все републикации с Форс про киберспорт и вот столкнулись с таким мнением, что, как бы, реклама, это всегда на каком-то позитивном контенте. То есть... Хорошо. На каком-то позитивном контенте, то есть посмотрите, как мы все счастливы, да, у нас все хорошо. А киберспорт, если там не брать ФИФУ, допустим, да, это все-таки какие-то агрессии, то вот как проктор ГМБ. Услышала вас. Безусловно. Ну, смотрите, здесь же тоже надо понимать про ограничения. То есть как раз мы про это много говорили с точки зрения того, а во сколько это все показывает. Во-первых, ну, к тематическим каналам и вопросов быть не может. Потому что, простите меня, платные каналы бывают разными. И мы живем в мире, где, в принципе, люди покупают разные платные каналы. Тут и вопросов быть не может. А когда мы говорим о общедоступном федеральном канале, безусловно, это ночное зрелище. То есть это никто не показывает днем стрелялки, и это никто не показывает, соответственно, вечером в прайм-тайм. Но, опять-таки, не забывайте, что некоторое художественное кино, оно показывает гораздо больше крови и смерти, нежели, условно говоря, это происходит в интерактивной игре. Но, конечно, мы рассматриваем, безусловно, правило 12+. То есть это ночью. Ну, а вот сами рекламодатели, я имею в виду, как они реагируют? Как они реагируют? Ну, слушайте, вот мы как раз с Антоном очень много говорили про рекламодателей, но, безусловно, рекламодатели — это кто? Это энергетики. Ну, то есть это специальный как бы срез рекламодателей, которые рассчитаны именно на этот контент. Ну, то есть здесь как бы говорить о том, что, например, как бы, да, там вы назвали рекламодателя Проктора, ну, наверное, как бы, да, там в зависимости от продукта там что-то интересно, что-то неинтересно. То есть здесь очень сильно, знаете, как, зависит от того, как мы это упаковываем. Мы же вначале как делаем? Мы же продаем не просто там трансляцию, мы продаем пакет. Это, допустим, какой-то случай с Dota 2, кажется, был, когда мы сделали даже отдельное ток-шоу. То есть мы делаем ток-шоу, мы делаем, соответственно, обвязки, мы, возможно, делаем документальные фильмы или, соответственно, короткие, как бы, там дневники по 10-15, в зависимости от, опять-таки, вида спорта, как бы, да, там форматы. То есть очень сильно зависит от того, что мы предлагаем рекламодателю. И вот уже в зависимости от этого рекламодатель принимает решение. Ну, опять, вы не забывайте тоже, мужские спонсоры, назовем их так, они такие очень своеобразные. Вы помните, что, как бы, все Олег с одно время заполонил всех и вся. И, соответственно, как бы, да, там даже не выбирал, куда становиться. Но это жизнь, и надо быть в этом смысле, мне кажется, более толерантным, что ли. Я сегодня расскажу вам тезисно про то, напомню, кто мы такие, за что нас читают, расскажу про такой магистральный тренд, это нативная реклама, как себе ее видит коммерсант. Коммерсант всегда все видит по-своему. И как, приведу несколько кейсов, как работаем непосредственно мы. Все знают, да, что коммерсант – это то издание, которое беспристрастное, компетентное, это новостник, это деловое издание с очень сильным деловым блоком. Мы считаемся самым авторитетным для людей, принимающих решения. А можно к следующему слайду? Или у меня есть волшебный кликер? Он работает? У нас, да? Прекрасно. Как вы видите, нас читают. Между прочим, вот эта вот реклама из газеты «Коммерсант», ее на текущий момент вам показываю. За что? За точный анализ, за глубокую аналитику, за факты, за то, что мы никогда ничего не пишем по заказу, за то, что мы разбираемся в любой, даже очень сложной отрасли. И, естественно, все это бесспорно, благодаря нашему профессионализму, нашей редакции, которая работает у нас как на сайте, так и в газете, так и на нашей радиостанции. И обязательно наша редакция помогает нам в коммерческих проектах. Перейдем к следующему слайду. Здесь я хотела сказать пару слов о том, что такое нативная реклама. Если посмотреть определение в Википедии, это реклама такая естественная для этой платформы, принимающая характеристики, идеальный вариант, помогает избежать баннерной слепоты, налетай, разбирай. Все прекрасно. Единственное, что очень хочется подумать о пользователе, потому что если я прихожу, допустим, на какой-то сайт и трачу свое время на прочтение статьи, а написанная хорошим редактором статья достаточно долго удерживает твое внимание, и в какой-то момент я понимаю, что это текст обычного рекламного объявления, вот что я, что вы, я уверена, почувствовали бы себя немного обманутыми, потому что вы свое время потратили на чтение абсолютно обычной рекламной статьи, а к нам, например, в издание пользователи приходят совершенно не за этим. К нам они приходят для того, чтобы посмотреть и почитать качественный контент, и к нам они приходят за нашим особым стилем. Вот как Аня, собственно, начала, мы, как коммерсант, не боимся главного, мы не боимся рассказывать и мы не боимся называть рекламу рекламой, поэтому у нас нет слова «натив», у нас есть слово «спецпроекты», которые благодаря нашей редакции мы делаем, и делаем их хорошо. Дальше я хочу вам показать несколько наших кейсов. Выбрали специально, немного непрофильные для такого серьезного делового издания. Говорить о них могу часами, но постараюсь очень коротко по ним пройтись. Начнем мы с кейса, который на самом деле принадлежит крупной компании «Газпромнефть». Они решились на такой нестандартный шаг на серию статей в рубрике «Коммерсант. Стиль». О чем это было? «Газпром» хотел поддержать программу социальной инвестиции и благоустройства городов и рассказать, что на самом деле вот тот серый город, в котором мы живем, он не дарит каких-то положительных эмоций, но может их дарить, если над объектами инфраструктуры поработают профессиональные художники. Что мы сделали? Мы, естественно, сделали контентный проект. Естественно, наша редакция написала интересный контент. Но еще мы сделали такую интерактивную вставку. По кнопочке черной она у нас расхлопывалась, и можно было не просто посмотреть настоящие объекты, которые были в подуно формате «до» и «после», но и, более того, самому попробовать себя в роли художника я попробовала. Моим творением делиться вообще не стоило, честно говоря. Благодаря чему мы удерживали внимание аудитории на каждой статье где-то по 8 минут. Хотя длина статей была где-то 3-4 тысячи знаков, и для ее прочтения хватает в среднем вдумчиво, это минуты 3. Так что очень такой вот интеграции гордимся. Перейдем к следующему проекту. Он у нас от Академии венского образования. Что хотели? Хотели рассказать, ну, во-первых, что нужно получать зарубежное образование, как это сделать и почему имеет смысл получать его именно в Вене? Ну и, конечно, привлечь кандидатов на программы MBA. Это Professional Executive MBA, представленные венской школой образования. Мы сделали проект в формате лонгрида и поместили туда фото и видеоматериалы, где очень детально рассказали не просто, что это такое, зачем нужны эти программы, почему имеет смысл зарубежное образование получать именно в Вене? Ну и сделали буквально один шаг до того, чтобы заполнить заявку. И хочу сказать, что привлекли мы внимание к этому проекту больше 10 тысяч человек. У нас заинтересовалось. Ну и вот скоро, кстати, у нас будет второй флайт. Заходите на Коммерсант, обязательно посмотрите. Следующий кейс снова от Газпромнефти, но уже гораздо более серьезный. Наверняка многие вас знают, что такое платформа при разломной, как на нее попытался высадиться Гринпис с криками, что эта платформа убивает все живое вокруг себя, разливает нефть и скоро мы все умрем. Хотя делать этого действительно не рекомендуется. Но ничего практически их не остановило, после чего Газпром решил, что надо на самом деле рассказать как-то об этой платформе, о том, что это совершенно не выдумки их заявления о технологии нулевого сброса, что на самом деле плавающие рядом пингвины и медведи абсолютно живы и здоровы и все хорошо. И мы создали с ними долгоиграющий проект, который подали в совершенно разных форматах. Это, конечно же, и наши заголовки, и сложный контент, но тем не менее человеческим языком, потому что люди, работающие там, естественно, они не только суровые мужчины и профессионалы своего дела, они обычные люди. И даже мы позволили себе вот такой вот интерактивный мультяшный ролик, который бы буквально на пальцах объяснял, что это такое, что такая технология есть, и ни в коем случае это не выдумка большой корпорации, которая хочет зарабатывать денег. Я на самом деле вот один из моих любимых кейсов хочу показать. Кейс, который на самом деле не всем по зубам, и не всем по зубам в принципе его реализация, потому что это тот самый клиент, которому ничего нельзя. Это клиент Нобель Биокеа, производитель зубных имплантов, которому действительно ничего нельзя, не только благодаря закону, но и самому клиенту. И сделать этот кейс достаточно сложно, потому что слишком много ограничений. Но тем не менее нужно было рассказать, что в жизни любого делового человека улыбка – это самое важное, потому что мы до сих пор пойдем купим себе новый телефон или слетаем отдохнуть, нежели пойдем и воспользуемся услугой имплантологии. Хочу сказать, что вот наша зубная математика принесла совершенно неожиданные результаты. Мы подавали достаточно сложный контент, но при этом буквально за первую неделю в форматы бизнес-кейсов собрали где-то 350 пошеров в соцсети, и больше 50 тысяч человек у нас действительно заинтересовались этой услугой. И где-то в этом зале должен находиться представитель этой компании, который очень хотел себя увидеть в нашей презентажке. Пара слов о важных вещах. Тоже сложный кейс, тоже фармацевтической направленности от компании Bayer, который проводил репозиционирование и хотел, чтобы его больше не воспринимали как компанию, которая кормит тебя таблетками. А на самом деле Life Science Company инновационная, которая заботится о мире и улучшает качество жизни, как для людей, для животных, для растений, более того, решает глобальные современные проблемы. И мы это показали в интерактивном проекте. Если вы видите такую нейросеточку, у нас были 3D-модели, которые менялись в зависимости от наведения на определенный раздел. Естественно, там был контент, написанный для читателей, коммерсанта. Естественно, мы рассказали, что, как, зачем и почему компании надо доверять и перестаньте, пожалуйста, воспринимать ее как обычную таблеточную. Ну и ближе к концу своей презентации я хочу с вами выпить чаю вместе с компанией Ахмат Ти, которая у нас, это кросс-медийный проект, который выходил у нас на нескольких носителях. Это был и сайт, и принт, ему в поддержку. Что мы сделали? Мы, с одной стороны, сделали образовательный проект и показали, как чайный пакетик проходит путь от плантации где-то в Азии и до вот того самого чайного пакетика, который вы покупаете в магазине. Почему? Потому что компании не только хотелось свое бережное отношение показать, но и в том числе привлечь и работников в свою компанию, и рассказать бизнес-партнерам о том, что вот именно у этой компании есть идеология. И второй частью нашего проекта стала своеобразного рода ритуалом. Мы рассказали, что практически во всех странах есть такой ритуал чайпития, а вот в компании Ахмат-Ти есть свой ритуал. Это его величество Ти-тестер, который на протяжении 20 лет не просто пробует новые сорта чая, он действительно создает уникальные миксы. И, пожалуйста, перестаньте воспринимать то, что находится в пакетиках, как пыль, потому что на это уходит много сил, на это уходят лучшие годы жизни Ти-тестера, как минимум. Ну и все, буквально последний слайд, на котором я хочу поблагодарить вас за ваше внимание и сказать, что да, все будет из дата. Спасибо большое. Действительно, меня зовут Полина Абдулина, я руководитель спецпроектов РБК, и сегодня я расскажу о том, как мы столкнулись зомби-апокалипсисом, то есть с большим количеством проектов, с резким ростом, и как мы с этим справились. На самом деле, руководство отделом спецпроектов несколько напоминает компьютерную игру, у тебя есть цели, задачи, команда, ты должен проходить уровни, зарабатывать деньги, зарабатывать и получать премии. И, честно говоря, на досуге я играю вот в эту игрушку, это растение против зомби, если кто-то играл, поднимите, пожалуйста, руку, я буду отлично с первых рядов играли. И мне кажется, что зомби-апокалипсис, который происходит в этой игрушке, напоминает ситуацию, которая происходила с нами в последнее время, в 2016 году и в начале 2017. Поэтому в качестве иллюстрации к своей презентации я выбрала эту игрушку. Можно следующий слайд. Для тех, кто не играл, я все-таки объясню, в чем игра заключается. Вы должны защищаться от зомби, вы можете высаживать растения, растения растут с помощью солнышек, у них есть особенности, которые эффективны на разных уровнях, соответственно, вы их высаживаете и боретесь с зомби. Первые уровни очень простые, зомби мало, вам хорошо. Следующие уровни более сложные. Наше преимущество это кроссплатформенность. У нас есть телеканал, у нас есть диджитал, у нас есть пресса, конференции и исследования. Это все наши вселенные, то есть если хотите Дикий Запад, если хотите замороженные пещеры, пиратские поля и неоновое будущее, это все к нам. И все это с минимальным пересечением и с максимальным охватом. И вот каждый день нам приходят примерно вот такие сообщения, что новый эпический квест доступен, и мы начинаем этим развлекаться, и это может прогнать нас собственно по всем этим площадкам. И если сравнивать нас с нами года три назад, то было примерно вот так. Ну, то есть зомби ходили медленно, игроков было, там парочка игроков, мы справлялись, брифов и презентаций было достаточно, но у нас все получалось. И вот в определенный момент мы столкнулись с резким скачком роста. И стало вот так. То есть мы стали делать 100 проектов в год и 500 предложений на продажу в год. А если посмотреть на эти цифры более внимательно, то это в среднем 9 проектов в месяц и 42 предсейла, то есть 42 подготовки предложения в месяц. Теперь посмотрите на линию дедлайнов. В нормальном идеальном мире она где-то вон там, где цветочки, но для нас она вот здесь. И то есть до потери игры и до провала у нас всего три клеточки. Вот, поэтому действительно 2-3 дня у нас есть на наши брифы. Бывает и так, что просят прислать что-то прямо на следующий день. Обычно это сопровождается успокаивающим комментарием из серии «Ребят, не надо подробностей, только идею, схему проекта и медиаплан». Да, нас это не сильно успокаивает. Вот, проекты мы делаем за 3-4 недели, вот, и это надо успевать. Но еще более усложнилась наша ситуация тем, что все это мы делаем на 360. По умолчанию мы готовим наши спецпроекты на три медиа. Это пресса, ТВ, интернет. Вот, это наши исходящие предложения. И, как вы понимаете, подтверждаются они в основном тоже от двух медиа и больше. Не все выдерживают. И, собственно, в прошлом году часть растений была съедена зомби. Это правда. То есть в сентябре месяце, когда у нас был самый сенокоз, и вы сами это знаете по себе, у меня было несколько заявлений на увольнение, и мы столкнулись с тем, что народа нет, кризис наступил, проекты идут, брифы падают, что делать непонятно. И казалось, что мы были близки к вот этой ситуации, когда зомби нас могли победить. Но, наверное, то, что мы как-то предвидели эту ситуацию, помогло нам найти решение и выработать стратегию, другими словами, вакцину против зомби-апокалипсиса. Вот. В любом случае, как говорит наш зам коммерческого, к которому я обычно подхожу в такие моменты, говорю, Вадим, все, я больше не могу, мне страшно. Он говорит, Полин, Полин, ну подожди, на любой кризис это точка роста. Давай, давай, соберись. Что тебе нужно? Люди, давай будем решать. И, естественно, что любой кризис это переходит на следующий уровень, и мы это для себя и выбрали. Какие решения мы приняли? Значит, первое. С 8 до 23. Это не увеличение времени работы людей, естественно. Да, это увеличение команды. Соответственно, мы увеличили команду с 8 человек до 23. Вот. На определенном этапе у вас не будет другой возможности, как только увеличить команду. И когда, я считаю, что очень важно, чтобы люди, которые с вами работают, они имели возможность отдыхать. Это абсолютно как раз неправильно, когда люди работают до 11 ночи, едят роллтоны и дошираки и занимаются только работой. Люди должны ходить в бассейн, читать книги, там, не знаю, заниматься в рок-группе. Вот. И тогда они будут эффективны. Ну, то есть растения должны перезаряжаться. Тогда, когда на вас будет нападать зомби, они смогут с этим справиться. Ну, и кроме этого, когда у вас, например, вам HR говорит, Полин, вот тебе одна ставка, решай, на кого ты ее потратишь, вы должны тратить ее на то, где у вас узкое горлышко. То есть, например, если у вас уже достаточно менеджеров и мало креативщиков, лучше расширять креативный отдел. Вот, кстати, мы этим сейчас как раз занимаемся. Дальше. Нужно, так же, как и в игре, понять, кем играть, чтобы победить. Вот, как я уже говорила, в игре у растений есть различные способности. Вот. Соответственно, у нас в команде действительно есть такие люди, как орехи. Орехи — это те, кого ты ставишь на передовую, когда ничего не понятно. Это те, которые спросят клиента, что ему надо, разрулят сложные запросы и выиграют для нас время. Есть такие люди, как фасолинки. Фасолинки работают четко, хорошо работают с рутиной. Есть такие, как цветная капуста. Цветная капуста — это наша Юля. Юля Дьякова, если ты здесь, привет. Она собирается в очень сложные моменты, и когда все падает, она мочит на все стороны, и у нее это получается лучше всего. В спокойном мире она жить не может, и она подходит и говорит, Полин, дай мне, пожалуйста, проект, где надо включать голову. Я говорю, Юля, сейчас все будет, сейчас получишь такой проект. Вот. И, конечно, вы видите подсолнухи, как подсолнухи у нас находятся в глубоком тылу. Мы их защищаем от зомби, потому что они могут умереть. Они несут свет в этот мир. Это дизайнеры. То есть, да, их надо защищать от зомби в первую очередь. Вот. Соответственно, вы не можете расширять команду бесконечно. То, что мне говорит HR. Полина, у тебя сам большой отдел. Иди домой. Вот. Соответственно, как и в игре, вы можете использовать где-то игроков 8, то и команда, вот у меня сейчас, она максимально большая. Я не могу больше расширять. Соответственно, я должна прокачивать игроков. Мы действительно используем методы мотивации людей. То есть, мы лекции, то, что людям интересно, там, программирование, Бонни и слайд, небольшая реклама Бонни и слайд. Вот. То есть, какие-то вещи, креативные лекции, это то, что нашим ребятам помогает прокачиваться и качественно работать. И они потом как раз и позволяют расширить эту воронку, потому что они перестают, например, бояться ездить на встречи, и уже могу делать это не только я, но и они. Вот. Кроме этого, вам придется полюбить регламенты. Это правда. Я их терпеть не могу, но в определенный момент я столкнулась с тем, что я самостоятельно писала все описания к нашим проектам, которые запущены, потому что ребята их присылали абы как. Наконец-то, когда мне это надоело, я создала идеальный регламент по тому, как это должно выглядеть, и это выиграло для меня время. Соответственно, регламентов, не то чтобы ими все должно быть увешано, но по принципиальным моментам они должны быть. Техническая история, креативная история, соцсети, создание небольших нативных проектов. На это у нас лежит стопочка регламентов, и мы ими активно пользуемся. То есть важно не только их иметь, но ими пользоваться. Вот. Что еще вы можете сделать? Вот команду вы прокачали, вот вы ее наняли. Естественно, вас просят масштабироваться дальше, потому что запросов много. Напоминаю, 42 в месяц. В месяце где-то 20 рабочих дней. То есть 42 надо покрыть. Это 360. Три медиа. Молча. Да. Соответственно, аутсорс. Я вам скажу, когда я начала проигрывать эту игру, я решила, ну, правда, я скрыла это от своего ребенка, потому что ему я не разрешаю ничего покупать в мобильном приложении, но себе я купила жабу и виноград. Вот. Это, да, это дорогие такие, ну, покупки, они стоят по 400 рублей, ну, то есть это немало. Когда мой ребенок хочет купить, он говорит, мама, у меня две пятерки, пойдем, я тебе что-то скажу. Вот я пятерки получила, можно? Вот. Соответственно, жаба. Ну, вот жаба, она, во-первых, долго растет, на нее надо долго собирать солнышки. Пока эта жаба вырастет, она съест одного зомби, и пока она его жует, соответственно, остальные, вот, они уже нас побеждают, и все, провал. Я очень пожалела, что я потратила на нее 400 рублей, но я купила также виноград. Виноград на 50 рублей дешевле, то есть на 50 солнышек, и он мочит по-крупному и убивает кучу зомби. Соответственно, возвращаясь к вопросу про аутсорс, когда вы его собираетесь брать, тестируйте его в нормальном рабочем режиме, не когда у вас нашествие зомби, потому что, когда у вас начнется апокалипсис, и вы не проверили аутсорс заранее, и не знаете, кто из них хорош, а кто жаба, ну, то есть у вас будет провал, и вы просто проиграете. Вот. Продать продавцу. Да, это очень важная штука. В игре, чтобы вы понимали, продавцы для нас, это тоже нечто входящее и наступающее на нас, то есть это брифы, это мне что-то не нравится ваша презентация, рэп для бизнеса, правда, ну, то есть это какие-то вот постоянно такие вопросы, и в игре есть такое вот растение, которое заставляет зомби бороться на твоей стороне. Так вот, у нас тоже в отделе есть такой человек, это наш креативный директор, который помогает делать так, чтобы селзы боролись на нашей стороне. То есть вы не просто пересылаете презентацию селзу, вы доходите до него ногами, говорите, почему это круто, объясняете и отвечаете на его вопросы, если надо, что-то дорабатываете, все, селс вам поверил. Если он вам поверил, то даже если клиент его поймает где-то за углом, где вас не окажется рядом, он четко ответит, почему это круто и почему это надо купить. Это действительно работает и повышает эффективность работы команды, не должно быть стены между селзами и вами. Благодаря всем этим нехитрым действиям нам удалось не только пережить прошлый сложный год, но и даже перевыполнить KPI, который у нас был. Но я не хочу оставаться голословной. Конечно, я подготовила несколько примеров того, что мы сделали. И к ним я сейчас перейду. Как показывает эта дама, которую вы видите, мы готовили проект к 8 марта и из 24 тысяч человек 9 тысяч человек отправили букеты. Но букеты были созданы из салата в Белой даче. Были записаны специальные видеоролики, и человек мог выбрать свою видеооткрытку и отправить ее в мессенджер или по почте какой-нибудь девушки. Соответственно, получилась такая красота. И мне приятно отметить, что этот проект отмечен двумя интернет-премиями за дизайн. Следующее — это Оскар. Оскар, который мы... Мы второй год делаем проект. Он очень нативный, потому что он сделан в верстке стиля. Этот проект на РБК стиль, проект совместно с Кадиллаком. Оскар. Хороший инфоповод для спецпроектов. Во-первых, к нему можно подготовиться заранее. Во-вторых, если у вас произойдет условно то, что премию вручат Луа Ленду, то неожиданно на проекте окажется 245 тысяч уникальных пользователей. Это очень хороший показатель. То есть мы такие показатели Кадиллаку не обещали, но Кадиллак уже знает, что если он аккуратно встанет в Оскар, и если на Оскаре произойдет что-то веселое, у него будут очень хорошие цифры. Соответственно, еще один проект, который я хочу показать. Я уже говорила, что мы кросс-платформенные, у нас есть ТВ, и, соответственно, у нас есть целый подраздел видео... подраздел... целый отдел видеопродакшна. Поэтому мы считаем, что видео одна из наших сильных сторон, и мы позволили себе соединить обычный формат теста с видео, и получили интерактивное видео, которое люди прошли 58 тысяч раз. Это хорошее прохождение, учитывая, что до каждого задания человеку нужно было посмотреть, как машина ездит. Но картинка людей держала, и это позволило нам получить такие цифры. Если говорить о кросс-платформенности, то этот проект был реализован еще и на РБК-ТВ. На телеканале РБК, соответственно, шли ролики-анонсы. Сейчас покажу пример. Проверьте себя на готовность к приключениям вместе с Митсубиши на outlander.rbc.ru Вот. И еще один проект, о котором я хочу рассказать, это наш флагман прошлого года, проект, который мы сделали вместе с Ростелекомом. Прежде чем вы посмотрите ролик, скажу, что этот проект был реализован на двух платформах, это интернет и соцсети, соцсети РБК, редакционные соцсети. Так вот этот проект имел такой формат и такой успех, что соцсети не отказали нам в том, чтобы ставить его каждые 4 часа в течение трех недель в соцсети РБК. И это дало нам большой охват. Вот каким должен быть такой проект, чтобы нас редакция приняла с распростертыми объятиями, я вам сейчас покажу. В конце 2016 года отдел спецпроектов РБК и компания Ростелеком выпустили уникальный проект. Первое в России – бизнес-реалити, участниками которого стали молодые предприниматели. У каждого из них было всего 5 дней, чтобы найти слабые стороны. По-хорошему, с точки зрения бизнеса, у вас, ну, как бы, это помягче сказать, лажа. Раскрыть свой потенциал и вывести бизнес на новый уровень. Но можно ли изменить свою жизнь всего за 5 дней? Чтобы помочь участникам, мы постарались наполнить каждый их день множеством событий. С предпринимателями работали лучшие тренеры. Кем я являюсь для своих клиентов? Кто ты, о чем ты и почему не стоит тебя слушать? Мастер-теоретик. Все понятно. Спортсмены, музыканты и актеры помогали героям проекта расширить границы своих возможностей. Давай, Анастасия! Стадион ревет! Всего за 3 недели участников проекта посетили более 50 гостей. Короче, очень сложно. Продукты Ростелекома помогали нашим героям управлять бизнесом и общаться с родными. Наш онлайн-эксперимент вызвал большой отклик у бизнес-аудитории. В соцсетях проект заинтересовал более миллиона пользователей. Общий охват аудитории превысил 1 четвертую Рунета. Общее время трансляции составило более 150 часов. Но самое главное, за время проекта мы создали три реальных бизнес-кейса, которые помогли участникам вывести на новый уровень свое дело и самих себя. А мы убедились в том, что достаточно всего пяти дней, чтобы бизнес пошел на взлет. Да, спасибо. Пользуясь случаем, я знаю, что моя команда сейчас находится здесь. И, ребята, я хочу вам сказать огромное спасибо. Вы очень крутые. И вместе с вами получаются такие проекты и то, что мы с вами делаем. И спасибо всем за внимание. Очень приятно. Есть ли какие-то вопросы? Я, честно говоря, хотела задать вопрос, но вопрос у меня снялся в последнем видео, потому что как раз и на РИФе, и на последних конференциях говорилось о невозможности использовать соцсети в добавлении для аудитории охвата спецпроектом. И как раз последний слайд ответил на этот вопрос, что те, кто умеет минусы современного времени превращать в большие плюсы, всегда впереди планеты всей. Есть кто-нибудь, кто хочет задать вопрос с РБК? А вопрос у меня следующий. Мы как медийные люди прекрасно понимаем, что клиенты приходят и просят все конверсии. Все хотят перформанс. Как вы с этим боретесь? Вы имеете в виду, что все хотят заявки и так далее, да? Пришел Митсубиши, Ягуар, и говорит, мне нужны тест-драйвы. Да, я поняла. Я скажу честно, тут залог успеха в диалоге с клиентом. То есть, когда мы делаем подобные вещи, у нас, например, был еще такой же проект с Ягуаром, где тоже были заявки, там, видеотесты, запись на тест-драйв. Мы всегда говорим, что это своего рода эксперимент. То есть мы, так же, как и все площадки, идем на гарантии по уникальным посетителям, которые приходят на проект. Поэтому наши проекты всегда подкрепляются какими-то контентными историями. Но когда начинается речь про заявки, мы честно говорим, что мы можем дать какой-то прогноз. Почему мы можем дать прогноз? Потому что у нас есть пять лет опыта за плечами. Мы понимаем, что если это будет игрушка вроде Митсубиши, могут быть такие-то цифры. А вот когда условно пришел Билай и попросил от нас заявки, когда было 11 пунктов в анкете, когда ты должен был бить свое юридическое лицо или ЭНН, вот это было сложно. И мы такие, сложно, сказали мы. Но тем не менее, мы дали какой-то прогноз. И честно скажу, в такие моменты надо обращаться за помощью. Кого я имею в виду? Вот, например, Билайн мы делали вместе со Сколково. Вот Сколково для нас сделали уникальный контент, из-за которого люди звонили даже из Беларуси, говорили, я из Беларуси, но я хочу поучаствовать, как мне заполнить вашу заявку. То есть это были такие уникальные лекции. Всегда надо понимать, что вот просто так, вот из-за того, но мы же крутой бренд, как это люди не хотят там, не знаю, ставить заявку? Нет, не хотят. Они хотят получить что-то ценное, да? То есть, ну вот я думаю, еще Лама об этом отлично расскажет, когда будут наверняка своим кейсом выступать. Вот, то есть люди хотят за это что-то получить, какой-то подарок, какую-то скидку, что-то ценное для себя. Тут еще надо понимать аудиторию РБК, да, где бизнесмены, и им там просто кепка в подарок, она, ну, не работает. Вот, поэтому мы просчитываем, и я честно скажу, когда идут очень сложные истории из серии, ну, я не знаю, ну, продайте за меня, вот давайте честно, да, называть вещи своими именами, там, продайте за наш, наш продукт. Мы можем помочь, мы можем сформировать имидж, мы можем рассказать, почему это крутой продукт, оставить заявку, но продать за вас ваш продукт, то есть, чтобы люди пришли к вам на сайт, и там все сразу купили, это, конечно, с одного раза точно не сработает, но на наш взгляд, как есть сейчас. Вот, букеты, машинки, анкеты за ценный контент, да, это возможно. Вот. Спасибо. Есть еще вопросы? Так, все, тогда... Спасибо вам большое всем. Здравствуйте. Ну, судя по тому, что здесь были прекрасные презентации телевизионных компаний, и в то же время, и нашего друга-коммерсанта, мы звук, Эхо Москвы, кто знает радиостанцию Эхо Москвы? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что дело в том, что 92% сегодня в Москве знают радиостанцию Эхо Москвы, и около 70% по всей России. У нас есть слоган, который был придуман очень давно. Слушайте радио, остальное видимость. Ну, теперь радиостанция Эхо Москвы, как вы знаете, это уже далеко не не только слушаемость, это еще и видимость, потому что, во-первых, нас можно где угодно и читать, и подкасты, и смотреть, и сетевизор, и RTVI. Так, я сейчас быстро переключу, сейчас если мне... О! У нас давнешнее противостояние рекламных продаж, служб, которые у нас есть, нас продает наша собственная рекламная служба, вот здесь Ян стоит, коммерческий директор нашей радиостанции, и также нас продает ВКПМ. И у нас есть редакция, которая состоит из независимых журналистов. Это действительно независимая радиостанция, которая была создана... Мы совсем молодые, нам всего 26 лет. Ну, так долго не живут, говорят, а мы наоборот говорим, что мы зато родители всего и вся, что появилось потом. Мы родители подкастов, мы создали первые действительно видимость, мы стали интегрироваться в интернет, мы все сделали первыми. Мы маленькие, но мы не скромные. Единственное, что у нас на радиостанции никогда не продается, это новости. У нас информационная радиостанция. Новости не могут быть ни спонсированы, ни в них не может быть внедрена никакая реклама, ни за какие деньги. Если вы знали, сколько рекламодателей к нам приходили с предложением заплатить, действительно, вот говорят, мы платим любые деньги за то, чтобы прозвучала новость в течение пяти секунд, то, наверное, таких рекламодателей даже за прошедший год можно было бы не сосчитать. Но новости не продаются. Как, собственно говоря, и весь контент радиостанции Москвы, кроме можно все спонсировать, любую программу, и редакция с удовольствием на это идет, если любая программа радиостанции Эхо Москвы продается, если любая радиостанция Эхо Москвы спонсируется. У нас наша самая главная фишка — это наши гости. Потому что все, наверное, если вы слушали хоть раз Эхо Москвы или читали блоги, или читали на сайте, или смотрели, вы знаете, что у нас есть самые знаменитые гости, которые приходили когда-либо кому-то в эфир. Так вот, эти гости интегрируются очень здорово в контент рекламных компаний, которые нам приходят рекламодатели. Ко мне как-то раз пришел Сбербанк. Ну, неважно, кто к кому пришел, я к Сбербанку, они ко мне. И сказали такую вещь, вот только что очень хорошо сказала РБК, что они считают, что мы должны продать, мы должны продать, а не они сами должны продать, мы можем им помочь. И мы предложили им, что наши гости, которые приходят к нам в эфир, будут записывать такую рубрику, которая называлась «Мой первый рубль». И это было сделано вместе со Сбербанком. Это было безумно интересно, это было редакционно интересно, когда приходили гости, рассказывали с удовольствием, как они заработали свой первый рубль. Потом мы, конечно, эту рубрику расширили, потому что за Сбербанком пришел детский мир, который сказал, мы хотим мою первую игрушку. Но мы это на полном серьезе, мы сделали это «Мой детский мир», и там гости рассказывали о том, какая ассоциация, может быть, у детей, может быть, уже у нас, к сожалению, у внуков, есть с детским миром. У нас ежедневная аудитория в России 4,5% или 2,8% а? Миллиона человек. Ежедневная аудитория это 6,5 миллионов человек, 36 передатчиков. Мы входим в топ 8 самых цитируемых радиостанций в 2016 году. Что это значит? Это значит, что те гости, которые приходят к нам, или те новости, которые у нас идут, или наше агентство, которое у нас есть, у нас есть собственное агентство, нас берут, нас разбирают на цитаты, и мы сами цитируем. Мы очень этим гордимся, кстати. Вот это я пропущу, потому что это мы скажем в конце. А вот портрет аудитории «Эхо Москвы». Чем отличается портрет аудитории «Эхо Москвы» от немного, ну, скажем так, от других деловых информационно-разговорных радиостанций? Дело в том, что «Эхо Москвы» это аудитория с самым большим, большой степенью образования. Это доходность, это люди, которые старше 35 лет, этот процент, который вы видите у себя, сейчас я переключу на следующий слайд, опа, так, ладно, оставим здесь, я просто скажу. Это люди, которые понимают, разбираются, которые первыми начали пользоваться гаджетами, которые начали пользоваться мобильными приложениями, которые на сегодняшний день являются самой активной аудиторией, но это еще аудитория из топ-менеджеров, которые принимают решения. Если вы сегодня придете, молодые и красивые, безусловно, и будете рассказывать красивыми словами, красивыми терминами, все, что вы хотите сказать с огромным зарядом, с огромной страстью, конечно, вас, безусловно, услышат менеджеры, но решение будет принимать тот человек, который говорит, я это слушаю, я это смотрю, я это вижу, я это читаю. И вот эти люди, они входят в аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Почему рекламодатель идет на радиостанцию «Эхо Москвы»? Ну, во-первых, мы также можем предложить, что называется, два формата. Это звук, видео и еще интернет. Если раньше мы говорили только о том, что интернет мы прилагаем к радиозвуку, если раньше мы говорили, что интернет это как бы сопутствующая радиостанция «Эхо Москвы», то сегодня мы, конечно же, безусловно, на интернет, сейчас я вернусь на интернет, выделяем очень много и средств, и привлекаем рекламодателями спецпроектами. Кстати, возвращаясь к спецпроектам, я хочу сказать, что у нас уникальные есть спецпроекты. Например, с компанией «Вольво» мы делали автопробег по городам России и выступали известные журналисты. Компания «Вольво» была счастлива, они подарили нам автомобиль «Вольво», которые были раскрашены карты России по тем городам, в которые мы ездили. Этот автомобиль был очень известен, поскольку радиостанция, не будем скрывать, немножко одиозная, то в Москве, когда ездил автомобиль, я просто ездила, когда водитель, она потом перешла в пользование радиостанции «Эхо Москвы», мама дорогая, чего я только не наслушалась. Сайт «Эхо Москвы», победителя «Золотого сайта» в 2014 году. Возрастная структура аудитории проекта «Эхо Москвы» безусловно на сегодняшний день это значительно моложе, чем звуковая аудитория. Все-таки радио, которое стоит на кухне, как мы когда-то приняли за основу, это было очень давно. Сегодня радио это слушают в наушниках, с мобильных устройств, это отдаленная от прямого эфира сегодня аудитория, то есть ты можешь слушать в прямом эфире, а можешь ты послушать подкасты или то, что тебе интересно, когда угодно. Поэтому сегодня сайт радиостанции «Эхо Москвы» набирает около 300 рекламодателей в течение прошедшего года, я имею в виду 2016 и 2017 год. И безусловно интернет у нас совершенствуется, и сейчас вот я попрошу вторую презентацию включить, потому что я до нее не перешагну сама. Вот вторая презентация, у нас вышла адаптивная верстка нашего интернет-сайта, нашего сайта, и безусловно теперь в мобильных устройствах можно не только, ну и можно и слушать, можно и смотреть, это очень удобная верстка для того, чтобы все пользователи могли вот, а, вот, теперь я могу переключать, вот, адаптивная верстка «Эхо Москвы», лидер по посещаемости среди порталов радиостанции, и входит в топ-20 категорий СМИ, то есть все СМИ, которые есть, вообще, мы берем и телевидение, и радио, и пресса, вот как выглядит это 800 уникальных посетителей ежедневно, 30% с мобильных устройств, вот как выглядит это удобно, не нужно ломать глаза, не нужно одевать очки, не нужно ничего, что требуется, в принципе, но на большом экране, и, как вы видите, здесь размещена очень удобная реклама, ее размеры, вы можете размещать на мобильных форматах, не боясь, что эта реклама будет раздражать пользователей, не боясь, что эта реклама будет мешать восприятию основного контента, ну и просто-напросто реклама, конечно, очень удобна, ее можно, в конце концов, и посмотреть после всего. Я не хотела бы задерживать ваше внимание, я хотела сказать, что спецпроекты на радиостанции «Эхо Москвы» выходят почти что в ежедневном режиме. Если вы послушаете радиостанцию даже в подкастах и посмотрите, то любая программа, которая у нас создана, у нас создается специально с каким-нибудь рекламодателем. Мы очень хотим, чтобы наша независимая журналистика оставалась независимой, и чтобы наш рекламодатель приходил на наш контент, зная, что даже если он придет, мы всегда будем, несмотря на то, что человек или компания, естественно, платит деньги, мы останемся объективны. Это знают все, и поэтому рекламодатели остаются, как правило, очень довольны. Но то, что касается радиостанции «Эхо Москвы» и вопроса, долго ли нам осталось, я отвечу, не дождетесь. Да, ну так вот, мы делаем такие журналы, как «Космополитен», «Эсквайр», «Популярная механика», «Гудхаус», «Грация», «Базар» — «Все отличные журналы», покупайте, ну смотрите, конечно, «Матч ТВ», «Коммерсанты», «РБК», ну и про нас не забудьте, тем более я смотрю здесь женской аудитории процентов 65. Конечно, не так, как у нас, у нас побольше, я подозреваю, что мы прям целевой продукт. Ну так вот, и мой доклад, он сегодня будет отличаться тем, потому что, во-первых, по-моему, у меня меньше количества слайдов, я постараюсь очень быстро, а во-вторых, сегодня же все будут рассказывать про нативную рекламу, а я не буду рассказывать про нативную рекламу, я буду рассказывать про баннеры, потому что баннеры это очень хорошо. Во-первых, я хотел сказать, что вообще издательский бизнес это бизнес, мы зарабатываем деньги. И вы сегодня послушаете все доклады, и вам будет казаться, что мы зарабатываем деньги только на нативе и спецпроектах. Это не так. Мы все еще зарабатываем деньги, в том числе на дисплейных форматах, и паблишеры это такие удивительные люди, они получают деньги от медийки, потом приходят на конференцию и говорят, здесь, возможно, кто-то из агентств сидит, и говорят, нет, медийка это 0,01% CTR, не покупайте, это блок, и все такое, не несите нам деньги. И это странно, потому что нет, несите нам деньги. У нас отличная баннерная реклама, и я сегодня расскажу, как сделать ее еще более эффективной. Ну, собственно говоря, я вот этот спич в защиту дисплейной рекламы должен был рассказывать на этом слайде. Немножко опередил, сразу перейдем на второй слайд. Я буду посматривать, просто я так много всего хотел сказать, и главное не забыть. Вот что с нами делают технологии, а сейчас дисплейная реклама с технологиями очень связана. Технологии, особенно если рынок недостаточно консолидирован, а издательские медиа это пока не консолидированный рынок, по крайней мере, в меньшей степени, чем видео. Вот видео, это была отличная секция с утра про видео. Это консолидированный рынок, большие игроки сели вместе за один стол и решили, а как бы нам с момента, как деньги входят до того момента, как они выходят, контролировать все. И их там никакие технологии не обманут. С дисплейной рекламы, похоже, получается совсем не так. Молодые умные люди, которые пишут код и знают всякие умные слова, они приходят и думают, блин, вот баннеры, как бы забрать у паблишеров деньги. Потому что там можно подкрутить, тем более, опять же, паблишеры не особо консолидированы друг с другом, не то чтобы прям очень много общаются и много очень непрозрачного, куда можно встроиться. Есть, например, достаточно известный кейс. Компания Guardian сотрудничает с такой ССП, боюсь такие специфические слова говорить, но придется говорить, поскольку я же про технологии и будет всяких много трехбуквенных терминов. В общем, есть такая ССП, она помогает паблишерам работать с программатиком. Guardian работает с Rubicon Project. И они как-то решили через Rubicon закупить на своем же инвентаре баннеры, чтобы понять, а сколько же у них денег забирают по пути. И пустили один фунт, да, в Англии же там фунты, я правильно говорю, и оказалось, что до них дошло всего 30 пенсов. И они такие, елки-палки, 70 процентов, ну да, 70 центов, 70 процентов где-то они просто исчезли. И начали выяснять, куда же исчезли, потом был суд с Rubicon, сейчас непонятно, они как бы продолжают, не продолжают, но вопросы возникли. В России все то же самое. Кстати, если вы думаете, что кто-то там у нас забирает 70 процентов, это еще оптимистичная оценка. Вообще-то забирают и больше, ну, когда в этом суммарно все посчитали. И вот эти молодые люди, они пришли, забрали деньги и научили всяким интересным, странным словам. Я, позвольте, не буду объяснять каждое, я объясню быстренько, самые ключевые. И кстати, тоже небольшая ремарка, вот паблишеры почему-то когда видят вот эти слова, боятся. Коллеги, через два года закупка через программатик будет составлять большую долю, она уже составляет какую-то долю, ну, небольшую, но больше, условно, одного процента. А через два года это будет еще больше. И вам просто придется, ну, если вы паблишер, если вы агентство, вы уже, наверное, погрузились во все эти термины. А если вы паблишер, вам предстоит, и я вам рекомендую делать это быстрее, а то прям, ну, вы там не досчитаетесь доходов. Ну, так вот, например, здесь есть слово вьюабилити. И а кто знает, что такое вьюабилити вообще? Супер! Мне отвечать нельзя, наверное, да. В общем, похоже, процентов всеми аудиторий знают. Смотрите, проблема в том, что когда на сайте откручивается баннер, его видят не все. Похоже, его видят в среднем где-то от 30 до 50 процентов. Раньше же вы об этом не думали? Да. Пришли люди с программатикой, теперь приходится об этом думать, потому что агентство приходит и говорит, ребята, за 500 рублей CPM мы не готовы покупать ваши баннеры, потому что у вас вьюабилити 30 процентов. И вы даже не понимаете, что это такое, но чувствуете, вы не правы. У вас вина уже сразу. И вы, ладно, окей, 100 рублей, забирайте. Вот так оно все и происходит. Потом, что еще? Да, оказывается non-human, в данном случае боты. Новые технологии ботов определяют хорошо. Если раньше вы не думали, что у вас их 20 процентов, то вам придет агентство в обнимку с клиентом и скажет, ребята, опять же, 20 процентов ботов это прям чересчур. Похоже, ваш трафик, вы говорили, премиальный, а он никакой не премиальный. И вот это все накапливается, и вы прям готовы уже отдаваться бесплатно. А еще чуть-чуть пройдет, и придется еще доплачивать, чтобы баннеры размещали. Но этого нельзя допустить. А, кстати, еще перформанс. Вот я просто слушал, я не собирался про это рассказывать, и сейчас вспомнил. тоже довольно странная такая штука. Вот мы размещаем баннеры. Даже немножко издалека зайду. Мы у нас один из акционеров американский Херст. И мы встречались с человеком, который отвечает за рекламные технологии Херста там полтора месяца назад. И он так рассказывает, что у них технологии, никто не сомневается, что у них технологии, что у них вообще все круто, в этом тоже никто не сомневается. На всякий случай сразу после тебя Херст выступает. Да, чтобы это самое вовремя, чтобы не взболтнуть чего-нибудь лишнего. Не, но я же говорю про американский Херст. С Херст Кулев, это отличная компания, с отличными продуктами, обязательно покупайте тоже женская аудитория, наши коллеги, друзья, наверное. В общем, мы сейчас про американцев, я надеюсь, здесь их нет, но там ничего плохого нет, просто мы спрашиваем, окей, а CTR к вам же приходит, потому что к нам приходит агентство и говорят CTR, перформанс, и мне наш западный эксперт отвечает, CTR, перформанс, нет, агентству должно быть стыдно вообще такое говорить, потому что они отвечают только за те показатели, на которые влияют напрямую, то есть за количество показов. CTR, влияет ли креатив на CTR? Конечно, влияет, но это же ответственность клиента, а не площадки, поэтому и не должна площадка оплачивать дополнительные какие-то усложнения, а у нас такая история делает, кто там на коммерсанте, по-моему, был проект с Кадиллаком, и кто-то спросил про перформанс, и вот кто-то спрашивает про перформанс, и мы прям сразу чувствуем, что мы что-то не то делаем, и мы еще должны сгенерить CPC по 30 рублей, CPA по 100 рублей, постклик офигенный, но нельзя на это вестись, ну что вы, давайте отстаивать свою позицию, давайте отстаивать свое право не всегда генерить перформанс, потому что все-таки у нас имиджевые продукты, баннеры, видео, довольно странно в этом контексте всерьез, с серьезным лицом, ну, с таким лицом, как об этом обычно агентство рассказывает, говорить про CPC и так далее. Я задержался, простите, переходим дальше. А, вот цифры. У меня просто очень такой теоретичный доклад, я знаю. Да, 10 минут, я понял. Смотрите, какая история. Вот эти цифры, когда кто-то говорит, баннеры не работают, умирают, и скоро вообще умрут, останется только нативная реклама, и CTR 0,0, там, 3, 0,0, 5, так вот, сейчас как раз то время, когда баннеры, ну, давайте так, дисплейные форматы могут действительно стать эффективным, интересным продуктом как для паблишера, так и для рекламодателя. Многое надо изменить, в том числе в экосистеме. Многое надо изменить в том, как паблишер подходит к этому продукту, потому что именно издатель является тем, кто может кардинально влиять на качество этого формата. Эти цифры говорят о чем? Вот полтора миллиона кликов это примерно и потенциал нашего инвентаря. Если мы, конечно, запаримся, мы можем выжить и до двух миллионов кликов, но вот там миллион-полтора это в нормальном режиме то, что мы можем генерить. Это хороший большой объем. Вот эти цифры 1,10 и 1,50 CTR это то, что я выгрузил из нашей ССП в закупке через программатика. Вот 1 и 1 это CTR, который генерят, если вы закупаете свой инвентарь через DSP. Я понимаю, что многие, возможно, не знают, что такое DSP. Потом подойдите, спросите, я вам объясню. А полтора CTR это то, что генерит критерию на ретаргетинге. На самом деле у нас там была цифра и 10% CTR, но я не стал ее сюда ставить, потому что она совсем фантастически звучит. А вот это взаимосвязь CTR и viewability. У меня просто два экрана, я не могу понять, куда подходить, указывать, чтобы… Да, я уже понял. Вот это синяя, синие палочки это CTR. Красное и желтое это viewability и время, которое взаимодействует пользователь с баннером. Для того, чтобы… Вот вы видите, в какой-то момент CTR был такой-такой, а потом он резко вырос. Для того, чтобы он вот так вот резко вырос, а где-то в два, в три, там, ну, в основном в два-три раза. Нам потребовалось примерно полчаса поработать на своем сайте, сделать достаточно несложную вещь. Если вы хотите то же самое, я вам расскажу, как это сделать. Если мы запарились, а мы сейчас паримся, мы можем поднять без десяти программистов, там, своими силами, абсолютно, этот показатель еще раз в два. Пользователь раньше взаимодействовал с нашим креативом, там, секунд 15, стал взаимодействовать 50-60 секунд. Вот это вещи вообще минимальные, они не требуют от паблишера ничего. Но агентство приходит и говорит, как круто вы сделали, потому что никто даже, ну, это не делает и не парится. Ну и, собственно говоря, вот минимальные какие-то действия, настройки, они кардинально влияют на отклик по дисплейным форматам. Мы, на самом деле, это на баннерах, мы тоже самое стараемся делать с видео и даже про native. Да. Вот в native же тоже сейчас приходит. Сломался ты, Жень, сломался. Да, но я все-таки расскажешь. Я вам честно скажу, это последний слайд, я сделал презентацию и подумал, блин, без этого слайда никуда, потому что в native же тоже есть технологии. Вот я полтора года искал платформу, которая бы нам помогла с native работать. Мы даже привели одних французов, потому что в России никого не могли найти. Сейчас в России есть замечательная платформа Adnetic, например, которая тоже делает прикольные, крутые, технологичные вещи, и я вам всем рекомендую с ней работать. Что в нашем случае? Что мы подразумеваем, я подразумеваю под native вот сейчас? Потому что там есть несколько форматов, но вот это самый простой. Вы, когда заходите на космо, у вас есть вот эти основные редакционные блоки. Вот платформа позволяет нам один из этих блоков сделать рекламным форматом с кликом на сайт клиента, на лендинг, куда угодно. Это можно делать с автоматической оптимизацией по креативу, с настройками по аудиториям, в том числе брать внешние данные. В целом достаточно интересно. Ну, понятно, что настройка частоты. Вот этот формат сгенерил CTR 2, в общем, где-то чуть больше 2%. Опять же, можно вытянуть по моим оценкам до 3, и, возможно, даже до 4. Просто надо кое-что там поднастроить. Но это вот то, что технологии нам позволяют делать уже сейчас. Мы на большом объеме протестировали эти форматы. На самом деле, мы тестировали не только здесь, мы тестировали там слева, еще внутри разделов, еще у нас чуть ниже, если опустить, есть тизеры. Отрабатывает просто супер. И мне показывают 5 минут, но я закончу раньше. Закончу я тем, что несмотря на то, что вы не хотите погружаться, ну, многие не хотят погружаться в технологии, я слышал от паблишеров, что, типа, Женя, сколько можно про программатика, это ужасно, мы никогда не будем этим заниматься, потому что, кстати, не знаю почему, никто обычно не дает адекватных ответов. Занимайтесь, потому что придут вот те самые ребята, а уже приходят, приходят большие ребята, приходят Google и Яндекс, и вы просто не замечаете, деньги куда-то пропадают, и это будет продолжаться, поэтому становитесь активным игроком на рынке рекламных технологий, экспериментируйте с платформами, общайтесь, и все мы от этого выиграем. Ура! Привет! Можешь, пожалуйста, слайд с графиком включить, я там просто одну штуку на нем чуть не очень понял. Это какой-то хитрый вопрос, может быть. Вот смотри, там перед тем, как начал расти CTR, в юбилете красный график резко провалился. Да, я не знаю почему, но я вам скажу, почему на самом деле. Видите, он прыгает туда-сюда, он прыгает, потому что там еще зависит от форматов статей, как ни странно. Все очень просто. У нас есть формат, который цепляется за браузер. Ну, такой становится стики, он ездит с вами. И если эта статья достаточно короткая, то у вас время взаимодействия с баннером условно 15 секунд, ничего особо не меняется. А если это длинная статья, а у нас там были статьи, где 70 секунд человек читает и много людей. Эти статьи ушли в Яндекс.Дзен и начали генерить много трафика. И тогда получается вот это. Вот не такой вопрос, Жень, просто я вспоминаю нашу секцию вот на Рифе, когда возник такое ощущение, что технологии постоянно наступают, появляется там Яндекс, Гугл, Фейсбук, что-то там ВКонтакте какую-то ленту настраивают. А паблишеры, они как будто все время такие ну окей, да, мы никак защищаться не будем. смотри, даже. Вот просто ты вот когда даже, я помню, статью читал на ВСи, когда Яндекс ввел пиксель, который там, да, собирал аудиторию, ты говорил, мы что-нибудь придумаем паблишеры, так вот, что паблишеры придумали, что они вообще будут делать с этим наступлением на их бизнес? Я могу рассказать. Во-первых, да, на нас все наступают. Более того, я еще тоже не могу понять, все приходят и говорят, Фейсбук у нас уводит аудиторию, но давайте инвестируем еще какое-то количество денег для того, чтобы еще больше туда контента положить. Или отдавать свой мобильный инвентарь там в МП и так далее, в Instant Articles. мы стараемся собираться такая активная ячейка и думать, какие, конечно же, санкции включать. На самом деле, я можно тоже влезу? Я вот вчера буквально общалась как раз с Яндексом по поводу турбо-страниц, потому что они, ну правда, очень лыщенькие, убогенькие, да, и ребят сказали, что если все СМИ как-то отреагируют, то мы готовы вообще и партнерские коды и обещали даже вот в течение месяца, вот посмотрим, как это будет выглядеть, правда, через AdFox, ну понятно, да, но загружать рекламные сторонние коды. Я к тому, что на самом деле с этим не просто там нужно бороться, нужно договариваться и общаться, но вот я к тому, что СМИ должны как-то проявлять себя в этом плане. Я согласен на 100% и тогда даже, ну как бы, Яндекс абсолютно коммуникабельен в этом плане и даже Гугл отвечает. Но только не нам. нам отвечают. Я тебе могу сказать одно волшебное слово. Нужно в теме письма писать срочно Роскомнадзор. Тогда они отвечают в течение 10 минут. Не, но смотрите, на самом деле они могут отвечать что угодно, но по факту, когда надо что-то сделать, понятно, что продуктовые решения Гугла происходят не здесь, нет смысла здесь что-либо лоббировать, потому что вряд ли в России будет что-то меняться. То, что касается... С турбосстраницами на самом деле это ситуация, которую СМИ могут поменять и поменять своими руками абсолютно легко, потому что если ввести политику, ну ладно, все равно же можно, это действительно легко. Нет, то, что надо быть на порядок активнее в этом плане, это вообще сомнений ноль. Другое дело, что каждый игрок, ну смотрите, и Яндекс, и Гугл должен быть в какой-то степени доброжелательным, но при этом... Ну Яндекс очень доброжелательный. Но при этом, да, не потерять своих денег. Довольно сложно пойти нам навстречу и не потерять денег, потому что ну на нашем инвентаре генерится доля этих доходов большая. что это не потеря их денег, это... Нельзя заработать все деньги, это часть денег, которые они планируют заработать. Я согласен, что... Если дать им возможность начать зарабатывать, то они фиг потом отдадут. А вот если на старте, когда идет какой-то шаг, да, все-таки разделить, потому что понятно, что там совершенно фантастические сетиары, но я прошу прощения, когда у тебя кроме текста только один блок, и этот блок там огромный, это блок Яндекса, совершенно понятно, почему там огромные сетиары, да, на турбо-страницах именно этого блока. Но если посчитать там доход, которые... Ну и другие рекламные форматы, то понятно, что площадка теряет. И мне кажется, что в этом плане можно найти компромисс, чтобы что-то зарабатывал Яндекс, да, но и площадка не теряла деньги. Это нормальная история. то есть не проговорить. Нормальная история, надо искать компромисс, надо договариваться. Но здесь еще важный момент, что на стороне паблишера должна быть соответствующая экспертиза. Потому что я уверен, я знаю, я был свидетелем этих каких-то разговоров, коммуникаций, когда паблишер пытается договориться, но на самом деле не понимает, как все устроено вообще. Для этого надо инвестировать в том числе в людей. Людей надо покупать. Потому что сейчас, мне кажется, паблишинговый бизнес становится более технологичным. Надо в соответствующих сотрудников инвестировать. И сейчас, с одной стороны, большие игроки становятся такими контент-провайдерами. Сейчас удивительная история. Мы как бы все говорим про то, что паблишеры умирают, и медийный бизнес там умирает. Это все превращается в коммодити. Но если вы посмотрите, то на самом деле и Google, и Facebook покупают, ну или, по крайней мере, активно сотрудничают с контент-продакшн компаниями большими, заметными. Потому что, оказывается, людей удерживает качественный контент. Вот это да. Так и есть. Но на этом фоне, безусловно, надо взаимодействовать, и все будет окей. Просто это не совсем то, что было раньше, когда паблишер вообще не погружается и только переживает. И рынок уходит, деньги уходят. Ну что, тогда на этой позитивной ноте, что, да, мы будем не только переживать, но и что-то делать. Есть какие-то вопросы еще? Меня тут не видно, я прям завалилась в кресло. Не знаю, в конце вообще знают, кто ведет все эти секции. Там слышно хорошо, я там стоял. Да? Ой, отлично. Если вопросов нет, тогда мы двигаемся дальше. Значит, по поводу Хёрста. Наша компания 50 на 50, 50% Хёрст и 50% российская компания. с Independent мы родственники со стороны Хёрста. И тоже полтора месяца тому назад встречались с нашими американскими коллегами. Так же получается, что они приезжают в Москву в вояж и посещают и нас, и их. К чему я все это говорю? К тому, что по большому счету, о чем бы мы ни говорили, спустя какое-то время мы приходим к тому, что происходит в Америке. Увы, это так. Мы от них отстаем. Отстаем достаточно много, но очень быстро догоняем. Что сейчас происходит в Америке? Порядка 50% всего рекламного рынка это программатика. Это правда. Программатик разный. Это открытые аукционы, это и частные сделки. Еще где-то порядка, наверное, 30% это нативная реклама. То, что у наших коллег в Хёрсте называется либо спонсоред контент, либо брендед контент. Тогда, когда над статьей пишется, например, created by L for такой-то компания. И по-честному это мечта паблишера. Правда. Потому что в таком варианте действительно остается не очень много дисплейной рекламы. Это чаще всего там те же самые пресловутые 300 на 600, может быть, одна перетяжка, и какие-то небольшие форматы. И очень много редакционного контента, сделанного правильно, сделанного так, это понимает прежде всего аудитория, на что она больше всего реагирует. Потому что что сейчас у нас? Мы видим сайты перегруженные рекламой, там add button, там большой расхлоп, здесь еще включается видео со звуком. и это ведет к тому, что появляются те самые отблокеры, появляются люди, которые просто перестают замечать рекламу. Баннерная слепота всем известна. И то, что показывал мой коллега Женя, вы видели, что реклама, встроенная не в правую колонку, работает на порядок лучше. Все понятно почему, потому что рекламодатель правую колонку просто не воспоминетает. Пользователь старается не замечать правую колонку. Что еще у нас такого происходит интересного? Мы замечаем такой тренд, когда рекламодатели, обсуждая с нами какие-то коммиты, уже говорят в большей степени про рекламную поддержку. То есть они нам платят деньги за размещение дисплейной рекламы, за медиа закупки, но очень плотно, подробно обсуждают редакционную поддержку, и мы понимаем, что искренний интерес рекламодателя скорее, наверное, направлен на редакционную поддержку, а мы такие сайты, в которых очень сложно разделить контент чисто редакционный или, может быть, направлен на рекламодателя, потому что мы пишем про бренды, мы пишем про моду, мы пишем про всякие баночки косметические и духи и прочее. Собственно, поэтому мне хотелось бы немного поговорить про нативную рекламу, потому что иногда душа болит. И вот это высказывание о Гилве, оно сейчас, наверное, определенно еще более актуальнее, чем в середину прошлого века, когда о Гилве говорили, что определенно как минимум в 6 раз больше людей читают классические тексты, чем рекламные тексты. И это так. И почему это происходит, очень небольшой пример, основанный на редакционной поддержке, некоммерческой, редакционной поддержке на нашем сайте Mary Claire, чтобы вы понимали, это небольшой сайт, он премиальный, там всего лишь миллион двести уникальных пользователей в месяц, и то есть публикация не должна вызывать большого отклика. Вот две публикации, одна из них, то есть фактически, да, Dior и Hermes. В первом случае это редакционный материал, сделанный по тем правилам, которые посчитала сделать редакция, и Hermes это публикация пресс-релиза. Результаты, которые мы получили. Публикация MISDior, оба материала, надо сказать, были опубликованы в сентябре прошлого года, 16-го, и мы видим, что MISDior живет до сих пор. Это чистый органический трафик практически. Вот можно увидеть, я не знаю, видите ли вы или нет, что большая часть трафика на этот материал пришло с Гугла, затем были прямые заходы из Яндекса, и уникально еще то, что этот материал привлек внимание наших читателей от 5 до 12 минут в зависимости от источника. То есть по большому счету вроде бы очень небольшой материал про аромат с легендарной историей и прочее, написанный по канонам редакционным работает до сих пор и будет работать и дальше. Вот публикация материала Hermes, публикация пресс-релизная. Просто то, каким образом хотел это сделать наш рекламодатель. Фактически мы видим, что был небольшой пик в самый момент публикации в сентябре прошлого года и всего 369 посетителей против 8600 посетителей пришедших на Диор. То есть вот такой небольшой пример только на одном и том же сайте, опубликованном в одно и то же время. Ничего не делалось, никаких обвязок, никаких дополнительных продвижений, всего лишь опыт, всего лишь понимание редакции своей аудитории дает вот такой результат. Какие же ключи, каким образом я их сформулировала, может быть вам будет это полезно, может быть я буду говорить о каких-то банальных вещах, но тем не менее сказать о них не могу. Самый главный ключ к успеху наверное это лояльные читатели сайта, на которые в принципе любой рекламодатель рассчитывает. Реклама должна быть адаптирована. Одну и ту же рекламу вы не сможете разместить на двух совершенно разных площадках и получить одинаковый хороший эффект. Даже в нашей компании в той сети, которой руковожу я, Women's Network, семь различных сайтов. Все они отличны друг от другого. Women.ru не похож на L.ru, Mary Claire не похож на Psychology. Каждый из них требует адаптации материала и будет реакция лояльной аудитории сайта только в том случае, если этот материал будет подан именно с той интонацией, с той определенной редакционной манерой, которая присуща тому или иному сайту. Еще одна история это то, что лояльные пользователи приходят на сайт, чтобы подчеркнуть какую-то информацию и она должна быть подана привлекательным для них образом. Следующий ключ к успеху, который, как мы понимаем, это все-таки органический трафик и SEO. Оптимизация под поисковики. Мы тут говорили совсем недавно о том, что наш медиахолдинг умеет работать с поисковиками. У нас очень большая доля органического трафика на наших сайтах. Women.ru имеет почти 70% органического трафика, Women's Day порядка 50% и так далее. Можно идти и перечислять. Это то, что бесплатно, то, что приходит с пожелания людей, с поисковиков, те, которые задали определенный вопрос и находят ответ на наших сайтах. Какие ключи к успеху в этом случае, когда вы хотите рассчитывать на получение трафика с поисковиков? Самое главное, текст должен быть уникальным. Если мы публикуем один и тот же пресс-релиз, даже немножко адаптированный, он никогда не будет иметь такого шанса к успеху в поисковиках, как уникальный текст, написанный конкретно для каждого сайта. Потому что каждый поисковик прежде всего выдавать тот или иной материал в топах, тестирует его на уникальность. Это банальная вещь, но не все, к сожалению, это помнят. Далее, может быть, небольшая ремарка, но тем не менее текст не должен быть слишком маленьким. Не менее двух тысяч знаков, желательно больше, но это только в том случае, если текст не какая-то суперновость. И пользовательское поведение. Если мы видим, если поисковик видит, что этот текст открыли, но тут же закрыли, или этот текст располагается, но у него не кликают, он прекрасно это считывает. И это пользовательское поведение, равно как и для всего сайта, так и для материала, будет всегда иметь значение для его продвижения в поисковиках. К чему я это говорю? К заголовкам. У меня осталось совсем немножко. Ключ успеху номер три – дистрибуция контента. Я думаю, что можно будет ознакомиться с презентацией. Я достаточно подробно пыталась это описать. Надо сказать, что агрегаторы имеют большое значение сейчас. Яндекс.Дзен, например, может брать абсолютно рекламные тексты, если они представляют интерес для пользователей. Если этот текст достаточно интересен, то этот материал, как это ни странно, может попасть в агрегаторы. И аудитория соцсетей отреагирует только на тот текст, который будет выглядеть нативно, аудитория соцсетей никогда не будет кликать на тексты, которые аудитория считает как рекламные. Плюс к этому, что имеется в редакции? Селебритис. Это определенный подход к звездам, которые всегда усиливают интерес к нативным материалам, к редакционным материалам. Ну и кейсы для подтверждения каких-то определенных проектов, которые мы имели, и те, что можно назвать успешными из последних наших кейсов, буквально март-апрель. Специальный проект «Эльру» и «Лакост». Когда мы получили уникальных пользователей более 72 тысяч на этот проект, это гид по Москве с участием звезды. И ты понимаешь, что это рекламный текст только в конце, и в этом его прелесть, потому что он не считывался. При том, что он был рекламный, наши читатели относились к нему очень лояльно. Следующий ключ к успеху, о котором мне хотелось бы говорить, это вовлечение в вирусный симбиоз. В принципе, какие-то определенные инструменты, которые могут привлечь пользователей к какой-то активности, к деятельной активности, к реакции на этот текст. И определенные проекты, о которых мне хотелось бы сказать. Проект Остин, он новый, мы только-только его запустили, и уже получили более 2000 мемов за два дня. Это фактическая возможность получить какой-то приз за публикацию мема, за возможность публиковать этот мем в социальной сети, в общем, достаточно такой интересный проект, который уже сейчас показывает очень хорошие результаты. Был специальный проект «Викинг» на Women's Day. Наши партнеры, которые делали его с нами, продюсеры этого фильма, остались очень довольны этим проектом. 42 тысячи уников посмотрели, поучаствовали. Сама по себе механика была достаточно интересной с возможностью публикации результата в соцсети. Был еще один интересный проект, очень нативный, это проект «Скайсканерс» в Day, когда был конкурс о том, что нужно было написать материал про свои путешествия и его публиковать на нашем сайте. В итоге там был врезовый фонд достаточно большой, и в Day получил вот сейчас в этом блоге более 300 статей нативных, написанных нашими читателями, очень интересных, правда, нами обработанных. То есть это такой user-generated контент в итоге для нашего сайта тоже. Ну и еще один большой проект, который завершился в феврале этого года, проект «Босс». Мы получили более 425 тысяч уников на этот проект. В чем его была особенность? В том, что очень часто большие бренды имеют ограничения своей имиджи, которые невозможно менять, свои лендинг-пейджи и прочее, прочее, которые невозможно сделать настолько нативными, чтобы получить определенный результат. В итоге наш отдел спецпроектов предложил решение, когда мы обвязываем те материалы, предложенные рекламодателем, своими нативными статьями на наших сайтах. Было задействовано 4 сайта, это Эль Мэри Клэр «Психология и Вумен», в которых были размещены статьи исключительно в формате каждого сайта. Была привлечена звезда, в данном случае блогер, с публикациями с ней, с ее постами, блогами. Было очень много анонсов в соцсетях, которые действительно хорошо работали, потому что были поданы нативно и интересно. И вот такой результат, к которому я говорила, 425 тысяч уников для такого проекта. В общем, достаточно хороший результат. Я заканчиваю. Ну вот, собственно, это все те сайты, к которым я имею какое-то отношение. Мы имеем более 47 миллионов уников в месяц и растем. спасибо большое. Может, какие-то вопросы? Я прямо очень маленький. Судя по всему, вы, как РБК, ориентируетесь на уников, то есть вы обещаете уникальных посетителей или есть еще какие-то критерии измерения, дочитываемость, какие-то пузомерки, которыми вы пользуетесь и к ним относятся лояльные рекламодатели, если есть что-то посоветовать? Обычно мы ориентируемся на пожелания рекламодателей. Весь рынок так работает, и это нормально, рекламодатель хочет получить вот такие результаты. Естественно, самый главный показатель это пришедший уник, тот самый VR или вьюабилити, о котором говорил Женя, до этого имеет для нас тоже большое значение, поскольку в принципе мы ориентированы на то, чтобы сделать эффективное рекламное сообщение, чтобы наш партнер, рекламодатель получил хороший результат. И можно я еще тоже крошенные вопросы заострю внимание, просто сейчас стало модным делать вот эти всякие контекстные вещи, когда рекламодатель, мы не можем в статье, грубо говоря, упоминать рекламодателя, пишем статью под поиск с той тематикой, которая ищет ту целевую аудиторию, которая может заинтересовать бренд. Я правильно поняла, что вот один из слайдов это как раз эта механика, четыре журнала или нет? То есть, грубо говоря, издание пишет материал, как очистить накипь на утюге, ну это я сейчас так, как говорится, пальцем в небо, из-за ссылочного веса статья набирает много просмотров и, соответственно, рекламодатель релевантный ставит именно на эту страницу. Это это или не это? Нет, это не это, это когда, допустим, почему статья в психологии, почему в паре у каждого должен быть свой аромат, там есть упоминание бренда, есть упоминание продукта и дальше переход с этой статьи на более подробную информацию на сайт или там на какой-то проект этого бренда. Все, да, 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 поняла. Спасибо огромное. Значит, да, давайте немножко расскажем. Я сегодня не буду говорить про какие-то истории, про то, умрет медиа или нет. Вот мы договорились, что я расскажу про кейс, один из своих любимых кейсов прошлого года. Он называется «Мужская тема». Коротко о нашем издании. У нас сейчас 9,1 миллиона уникальных посетителей в месяц. Коротко о нашей статистике. Возраст, доход, ну, ТНС-овский. Редакционный формат действительно занимает у нас 70%. Медийка практически 10. И в прошлом году мы сделали 385 компаний в формате нативных материалов, в формате редакционных. Они собрали 5,5 миллионов уникальных просмотров за прошлый год. Собственно, я хотел рассказать про кейс. К нам пришла компания Philips, и у них был запрос, который нам очень понравился и был близок к редакции, поскольку количество бородатых мужчин в редакции зашкаливает. Philips пришел к нам со своими триммерами и устройствами для ухода за волосами на красивом мужском лице. Собственно, цель была стимулировать интерес читателей вообще к грумингу, как к направлению груминга. Поясню сразу, у меня просто в прошлом году на день рождения я попросил свою тетю подарить мне что-нибудь для груминга. Когда она ввела груминг в Яндексе, ей первая подсказка выпала груминг для собак. Она немножко удивилась и очень долго переспрашивала что мне нужно. Я объяснил, что мне нужно мыло для бороды. Груминг это все, что связано с уходом за бородой и лицом. И нужно было рассказать о том, что Philips в этой теме очень хорошо рулит. Проект был охватный. У него были кипя и на охваты и на унике. Нужно было использовать наши обучающие нативные форматы. И еще был такой инсайт о том, что мужчина в России должен быть либо с бородой и она должна быть неухоженной лопатой огромная, либо он должен быть чисто выбрит, потому что все остальное это какие-то непонятные флуктуации внутри мужского коллектива. Мы вдохновились изданием, оно называется Art of Manless. У них есть специальная рубрика, которая называется Dress и груминг. Мы посмотрели, о чем пишут они. Там совершенно нет ничего зазорного, все про то, как ухаживать за собой, за своей бородой и лицом. И посмотрели, что у нас было на сайте из этих тем. У нас был классный тест, готовы ли вы отрастить бороду, у которого было хорошее прохождение и неплохо по просмотрам. У нас был материал, почему борода это круто, это не спонсорские материалы, просто мы про это писали. И мы делали инфографику, какая борода подходит для вашего лица. Не делали, мы переводили Mashable. на русский язык. И, собственно, мы придумали идею, все вполне себе адекватно. Мы вместе с Филипсом рассказываем об искусстве быть настоящим мужчиной, причем не только про бороду, а вообще про все, что касается мужчин. Изначально мы рассматривали тему груминг, спорт, одежда, хобби и так далее, вплоть до книг и фильмов. Все это мы планировали делать в формате авторских материалов, собственно, статьи, и нативной интеграции в видео. В прошлом году Lifehacker проводил эксперименты и экспериментировал с нативными интеграциями в видео. Сейчас мы немножко откатились назад и пытаемся вырасти на несколько голов в продакшене, чтобы снова вернуться на этот рынок. Благо, тут у меня есть огромный опыт продажи проектов. И, собственно, все это размещается на нашей странице, плюс мы еще добавили туда медийную составляющую брендирование сайта и баннеры, в том числе мобильная версия баннеров. Ну и, собственно, на анонсирование в социальных сетях у нас все проекты, которые размещаются на сайте, попадают в наши соцсети. Мы, собственно, кипяились на следующие цифры. Общий прогноз охвата 4 миллиона и суммарно уникальные посетители на все статьи 150 тысяч. И, собственно, период был 8-9 месяц 2016 года. Мы выбрали формат, у нас есть много разных редакционных форматов интеграции, мы выбрали формат тематический поток, мы создаем, так сказать, рубрику внутри нашего сайта, мы можем добавить кнопку на главную и, собственно, вот здесь есть несколько примеров из того, что мы делали вместе с Mazda и Adidas и игрой League of Legends. Собственно, предложили сделать серию материалов, все их собрать на одну страницу с удобной нативной навигацией привычной читателям лайфхакера. Вот так выглядело брендирование, у нас там был еще старый дизайн, поэтому он немножко будет отличаться от тех скриншотов, которые я буду показывать дальше. И, собственно, вот справа вы видите тот самый тематический поток по статьям. Давайте немножко пробежимся по темам, что мы придумали и что удалось согласовать с клиентом. Значит, история успеха, как оставить свой след. Здесь, собственно, были известные мужчины, которые рассказывали, ну, как рассказывали, многих из них нет уже в живых, о которых мы рассказывали, как они добились успеха. Это не был спиритический сеанс. Собственно, в том числе там был и господин Филлипс и его правила жизни. В подвале у нас, собственно, располагался большой баннер с ссылкой на триммеры Филлипса. 10 вещей, которые должны быть у каждого мужчины. Материал, который очень хорошо взлетел, там была история про то, что обязательно должны быть всякие штуки для ухода за усами, должны быть крутые часы и прочее. Вот заодно должен быть обязательно у каждого мужчины триммер для бороды. Пять видов спорта, которые не пропустит настоящий мужчина. Это небольшая отсылка к выступлению Тины Канделаки и все они, и все они, конечно же, на Матч ТВ. И, собственно, здесь тоже был баннер клиента. Был просто обзор топовых триммеров Филлипс. Мы посмотрели всю их современную линейку, попробовали ее, потестировали. Мы сделали тест, который нам лично очень понравился и доставил много веселья. Нужно было угадать звезду по бороде. И, собственно, как вы думаете, кто это, если вам видно? Ну, это, собственно, неухоженная борода Леонардо Ди Каприо, у которого нет, видимо, триммера от Филлипс. Была такая статья «Женский взгляд на бороду». Женщины рассказывали, нравится им борода или нет. По своему опыту скажу, что это очень сложная тема. Щетина хорошо, но вот за ней нужно обязательно ухаживать. Там ссылочка на триммеры Филлипса. Мы сделали два видеообзора. Вот один из первых. Это «Как ухаживать за бородой и щетиной». Обзор триммера Филлипс BT7210. У него было относительно много просмотров, 11 тысяч. И 5 тысяч уникальных просмотров на сайте. Мы параллельно еще в YouTube заливали всю эту историю. Краткий курс молодого гурмана – это «Карточки перевертыши». Здесь самые популярные блюда из мяса, которые должен уметь готовить настоящий мужчина. Вот эта статья очень хорошо бомбанула по комментариям. Там больше сотни комментариев, о чем не нужно разговаривать с женщиной. Там самые бомбящие темы, которые могут закончиться скандалом. И вот об этом женщинам лучше не говорить. Там было очень круто все по взаимодействиям. Статью хорошо шерили, собственно, и обсуждали. Если вы посмотрите, у нее 425 шаров в Facebook и, собственно, много просмотров. «Как выбрать хороший триммер для бороды?» Здесь подробная инструкция о том, на что стоит обращать внимание, если вы выбираете себе триммер. Там очень ненавязчиво просто показывались хорошие примеры, например, как должна выглядеть хорошая бритва, чтобы понять, что она классная с логотипом Philips ненавязчивым. Классная история в формате видео от специалиста барбершопа, который рассказывает о том, что последние несколько лет носить бороду стало актуальным и рассказывает какие-то основные принципы, на что стоит обращать внимание и что вот если вам в барбершопе привели бороду в порядок, как за ней стоит ухаживать дома. Здесь, как видите, 71 тысяча просмотров. «Как флиртовать и оставаться джентльменом?» такое странное название, но вот, в общем, возможно, для русских мужчин это актуально, то есть это не из разряда «взял подмышку и унес», это как бы построить какой-то диалог с женщиной. «Как отрастить бороду по шаговое руководство?» Кстати, довольно популярный запрос в интернете нагенерировал неплохо трафик, а сюда же интегрирован собственно вот пример работы триммера Philips, у которого есть лазерное наведение. Вот, честно, не знаю, зачем лазерное наведение, нужно никогда не пробовал, но говорят, что оно позволяет делать вашу бороду еще более привлекательной. И классная статья «Как мужчине старить стильно?» У нас вообще очень хорошо заходят материалы «Как жить после 30», «Как жить после 40», «Советы 30-летним от 60-летних». И вот как-то все очень любят смотреть в будущее и думать о том, как жить дальше. «Как старить мужчине стильно?» Там получилась такая очень хипстерская статья про то, что вот как должен выглядеть настоящий мужчина через 20-30 лет. Я даже вот как-то иногда проверяю чек-лист, иду ли я правильно или нет. И, собственно, у нас получился общий охват чуть больше, чем мы обещали, на 64% перевыполнили. Суммарное количество уникальных посетителей в рамках проекта это прочтение материалов без просмотра видео на 59% перевыполнили. По цифрам довольно хорошее попадание получилось в возрастную группу. Как видите, это левый верхний график. Два самых больших сегмента это 25-44, то есть довольно взрослая аудитория. Собственно, по полу 72% это мужчины, 27% женщины, которые в том числе привлеклись материалами из разряда, о чем не стоит разговаривать с женщинами, как флиртовать правильно, что тоже является нормальным показателем. По гео-таргетингу у нас 62% Россия, собственно, что соответствует средней нашей выдержке, выборке по сайту. Именно столько мы обычно показываем читатели из России. И по источникам, поскольку этот график сразу после проведения кампании, здесь доля органики недостаточно большая. Сейчас у проекта больше органических просмотров. В основном здесь превалирует директ. Фейсбук. Фейсбук – наша самая горящая соцсеть. Мы генерируем порядка 22-24 миллионов охвата ежемесячно, поэтому оттуда приходит много трафика. Ну и, собственно, из приятного с момента проведения кампании на сегодняшний день прирост уникальных просмотров еще плюс 11,5% за счет, собственно, органического трафика, который продолжает приходить на сайт. Потому что статьи по-прежнему актуальны и тема довольно востребованная. Мы часто получаем и в редакционный инбокс запросы какие-то про бороду, отвечаем в ответ нашими статьями. Если какие-то более подробные вопросы про бороду, уход за волосами, выбором косметики, можно мне в Фейсбук написать. Я поделюсь своей практикой, как правильно кокосовое масло по лицу размазывать. Все? Тогда отращивайте бороды и будьте счастливы и читайте «Лайфхакер». Станьте 9 миллионов 100 тысяч первым читателем. Спасибо. Здравствуйте. Ну, не очень много осталось людей, как я вижу, самые упорные. Постараюсь оправдать ваши ожидания, потому что, конечно, целый день уже вы слушали про какие-то там вещи попроще, типа того, что у нас у сайта появилась резиновая верстка, вещи посложнее, типа того, что SSP, DSP, роботы пришли и сейчас нас всех поработят. Вот. Мы в Look at Media как такой достаточно инновационный активный паблишер постоянно следим за тем, что вообще происходит вокруг, постоянно вынуждены двигаться вперед. И вот так как для нас очень важная часть нашего дохода это спецпроекты и нативная реклама, на сегодняшний день это где-то 60% нашего дохода, то я вам сейчас расскажу, как это проявляется в нативной рекламе. Ну, собственно говоря, у нас 5 миллионов пользователей ежемесячный охват. Это такая достаточно взыскательная аудитория, с которой приходится очень аккуратно, очень качественно работать. мы не можем себе позволить инфоподдержки никакие делать. У нас вся реклама помечена, у нас всегда стоит брендинг, всегда стоит указание на то, кто заплатил деньги, за что. Это нам, конечно, создает некоторые сложности в продажах, потому что не все на рынке так привыкли работать, но и дает с другой стороны хорошие очень результаты. Ну, собственно говоря, за 7 лет то, что мы делаем спецпроекты, нативные проекты, у нас 65 наград, в том числе уровня Каннских львов, и мы сделали больше 480 проектов за это время. Но что происходит? За эти 7 лет мы видели уже несколько раз то, что каждые 3-4 года пользователи, продвинутые активные пользователи, они мигрируют с платформы на платформу, и тот канал, в котором они привыкли получать информацию, он меняется. И если мы посмотрим на этот график, я его уже не раз на разных конференциях показывал, это график того, как менялись ключевые устройства для потребления информации, и как менялись ключевые медиа, медиаканалы, в которых люди потребляли информацию. То есть, если начало 2000-х это веб, и это именно десктопный веб, то в 2007 году появилось такое устройство, как iPhone, и это устройство изменило все. То есть, в течение нескольких буквально лет появились другие смартфоны, доля их начала расти, и мы пришли к состоянию окружающей среды, в которой доминируют мобайл и социал-медиа. В России, да, там еще пока в меньшей степени, но, например, там на наших площадках уже сейчас выходные до 70% доходит мобильный трафик, в будни 51-55%, и мы ожидаем, что это будет в большом темпе дальше меняться, и мы придем к 70-80% мобайла. Ну и, соответственно, социал-медиа вытеснили веб-серч, то есть, с точки зрения проведенного времени, Google, да, там сейчас уже не главная компания в мире, главная компания в мире Facebook, потому что люди проводят в Facebook в разы больше времени, и Facebook контролирует мобайл очень хорошо. Посмотрим дальше, да, там 2012 год появилось такое устройство, как Oculus, это очки для дополненной реальности, для виртуальной реальности, то есть, это очки, которые позволяли погрузиться в виртуальную реальность, и потом, после, да, там Oculus появилось, опять же, много устройств, появились такие штуки, как Cardboard, куда можно свой смартфон просто вставить. Платформы, там, и Facebook, и YouTube начали развивать 360 видео, мы сейчас очень активно работаем с 360 видео, Facebook очень активно работает с виртуальной реальностью, в принципе, все крупные игроки, да, там у Google целая студия по съемке фильмов 360, у них там режиссер есть, прям продакшн гигантский, крупнейшие телевизионные, да, там компании, производители контента инвестируют очень много в 360 видео, да, это очень большая история, в рамках которой будет очень много интересного, и в которую сейчас инвестируют все крупные игроки. одновременно с этим началась так называемая пост-аппликейшн эра, то есть люди на мобайле перестали устанавливать приложения, то есть то, что стоит-стоит, новое приложение почти невозможно пользователю установить, и в целом такая история, как приложение начинает постепенно уходить в прошлое, а аудитория начинает уходить в мессенджеры, и при этом внутри мессенджера в формате чат-бота или в формате чат-бота с элементами веб-интерфейса можно реализовывать приложения, которые находятся на самом деле внутри приложения мессенджера. Это тоже большая история, за которой мы внимательно следим, у нас сейчас есть внутри подразделения небольшое, которое чат-ботами занимается, которое занимается вот этими приложениями внутри мессенджеров. При этом очень интересная история произошла в 2016 году, выстрелило такое устройство, как Amazon Alexa, то есть вот этот вот цилиндр, это новый тип абсолютно тоже устройства, это устройство, у которого нет экрана. И вообще 2016 год это эпоха появления действительно популярных голосовых помощников, и сейчас идет битва между Siri от Apple, Cortana от Microsoft и Alexa от Amazon, и Alexa пока побеждает. И одно из самых таких популярных и интересных устройств это Amazon Echo, в котором живет эта Alexa, в общем-то. И это тоже очень серьезная история большая, то есть целый класс устройств сейчас формируется, и Apple тоже хочет выпустить такую штуку у Google, есть уже Microsoft над этим работает, то есть это устройство без экрана, с которыми люди разговаривают. И это абсолютно другая парадигма потребления информации, другая парадигма того вообще, как люди получают контент и что надо делать в этой области. И в общем-то, если мы посмотрим на эту историю, то мы ожидаем постмобайла, то есть это история, когда есть вот эти голосовые интерфейсы без экранов, то есть уже не смартфон, а просто человек разговаривает с этими помощниками в автомобиле, дома, на кухне. То есть, например, для Amazon Alexa уже нормальную часть продаж генерит, то есть человек подходит просто к этой штуке, говорит, типа, купи мне молоко, то же самое, что на прошлой неделе, на следующий день утром мы привезли молоко, все, не надо на сайт ходить. И то же самое с VR, большая история, мы там смотрим, как она развивается, активно тоже над этим работаем. И еще одна история тоже ближайших буквально лет, это global media, то есть сейчас у нас что есть из глобального, там есть Facebook, есть Google, там Snapchat, Instagram, сейчас системы машинного перевода последние пару лет за счет использования нейросетей очень быстро начали прогрессировать, и это открывает нам потрясающую возможность того, что в ближайшие пару-тройку лет любое медиа будет доступно на любом языке в мире. Соответственно, помимо глобальных платформ есть вероятность появления глобальных медиа, то есть и понятно, что там с вероятностью 99% это будут какие-то крупные международные бренды, у которых есть много денег, которые могут много в это инвестировать, много инвестировать в контент, и это будет действительно серьезная конкуренция для локальных медиа, и по всей видимости вообще все медийное пространство, к которому мы привыкли, изменится драматически. Ну, собственно говоря, наблюдая на все это, мы руководствуемся принципом Уэйна Грецки, великий хоккеист, знал, что в хоккей надо бежать не туда, где сейчас шайба, а туда, куда она летит, и тогда есть шанс, вы, как этот медведь, поймаете рыбку. Собственно говоря, возвращаясь к тому, что я уже рассказывал, еще раз хочу обратить внимание на то, что мобайл драматически растет, в 16-м году у нас сравнялся он в среднем, в 17-м году будет 60, это такой очень осторожный прогноз, в выходные у нас уже больше 60. В принципе, если у вас нет, например, сайта нормального мобильного, там, веб-бренд, и у вас нет нормального мобильного сайта, то это реально серьезная проблема, потому что уже больше половины продвинутой аудитории ходят в интернет, пользуются вообще интернетом с мобильного устройства, и у вас большие с этим проблемы. В принципе, если у вас есть еще несколько лет, чтобы сделать мобильный сайт, потому что через два года мобильный сайт будет не нужен, потому что люди уходят внутрь платформы, они начинают внутри системы перемещаться, внутри Facebook, внутри ВКонтакта, то есть сайт как концепция, десктопный уже совсем отмирает, нет смысла реально серьезно заморачиваться с сайтом под десктоп, сайт мобильный еще в течение пары-тройки лет будет актуален, но все равно нужно смотреть внутрь платформ и следующий график тоже очень показательный, 16-й год, у нас распределение того, как люди на сайт к нам ходят, и при этом внутри Facebook из этих 44% половина читает у нас Instant Articles, и тут хочется отметить, что многие издатели плачут, что Instant Article не приносит им денег, они не получают с него трафика, но просто тут вопрос в том, что все инструменты надо использовать по назначению и нормально читать инструкцию, в принципе можно взять молоток и жаловаться, что у вас кофе не варится при помощи молотка. У нас Instant Articles прекрасно работает, потому что во-первых, мы не пытаемся из него трафик вытаскивать, потому что это формат для того, чтобы людям было удобно внутри Facebook читать. Во-вторых, мы в нем ставим свою собственную рекламу, которую сами продаем, поэтому у нас там не показывается никакого трэша, и мы продаем за столько, за сколько считаем это правильно продавать, зарабатываем достаточно денег, все довольны, и мы, и клиенты, и у нас нет никаких проблем с Facebook вообще. То же самое с Google AMP, то же самое сейчас про Яндекс все говорят, там вот там турбо-турбо-страницы, что же делать, что же делать, ну просто нужно нормально прочесть инструкцию, нормально спрограммировать, посмотреть, как это работает, и засунуть туда свою рекламу, которую вы контролируете, и все. Да, я уже клонюсь к закату, потому что времени мало. То есть медиа должны эволюционировать вместе с платформой, смотрите платформу, понимаете, как она работает, адаптируетесь под нее, и зарабатываете внутри нее деньги, да, там, в противном случае, как говорится, там, против лома нет приема, и выскакивать перед скоростным экспрессом с плакатом, да, там, на пути, конечно, можно, это будет красивая смерть, но это будет конец. Вот, собственно говоря, да, там, мы сейчас переходим в multi-channel, потому что мы понимаем, что читатели тоже, да, уходят в мультиканальное потребление контента, и у нас есть, да, там, масса каналов разных в разных медиа, которые при этом все равно остаются виллоджем, то есть с точки зрения стилистики, с точки зрения редакционных стандартов, с точки зрения того продукта, который читатель привык получать, да, там, они сохраняют полностью все признаки виллоджа. Multi-channel content distribution, соответственно, мы перестроили работу редакции полностью, чтобы поддерживать, да, такой темп вещания во всех каналах. У нас появился видеопродакшн, потому что видео очень хорошо адаптируется под разные каналы, и производить видео удобно, и если посчитать, да, в итоге суммарные охваты, то не так дорого, как кажется. Дизайн отдел у нас начал работать не только на производство верстки для сайта, но и на производство каких-то дизайн-элементов для соцсетей, и все это сходится в отделе дистрибуции, который распределяет контент по каналам вещания, в которых, да, там этот контент должен оказаться. Понятно, что схема еще не идеальная, мы ее постоянно адаптируем, но в целом результаты говорят о том, что мы на правильном пути. Ну и вот там, например, да, там мобильный сайт, мобильная версия, Instant Article, то есть мы делаем еще так, чтобы у нас автоматически адаптировался контент под разные, соответственно, форматы. сейчас не всегда идеально это работает, но в течение того года мы применим нейросеть, которая будет переверстывать уже нормально, то есть это будет не автоматический морфинг, а с элементами искусственного интеллекта. Вот, что еще? Ну там есть адаптации какие-то, да, когда у нас просто статья превращается в карточку, например, для Facebook и для ВКонтакта, то есть здесь текст большой, а здесь карточка с основными цифрами просто. И так как у меня остается совсем немного времени, да, там я еще ускорюсь немножко. Вот обычная статья, тут мы сделали видео по мотивам этого текста, причем в тексте у нас маркетологи там обсуждают то, как люди продают товары в электричках, а видео у нас про тестирование этих товаров в редакции. То есть вот мы во время написания статьи накупили вот этого всего странного и теперь мы протестируем, работает оно или нет. Таким образом, видео, оно работает как самостоятельный материал, но с другой стороны драйвит людей на то, чтобы почитать статью в рамках подготовки, которой бедный автор докатался в электричках и закупался этим всем. Также, да, там лайв-видео мы делаем, очень хорошо они собирают, 360 видео делаем, очень хорошо работает. И, соответственно, мы, так как превращаемся в мультиканальное медиа, надо продолжать зарабатывать, мы начали делать мультиканальную нативную рекламу. Она тоже у нас эволюционирует. При этом мы используем технологический опыт редакции и какие-то опыт редакции с точки зрения заходов, но у нас жестко запрещено привлекать редакцию к производству рекламы, потому что редакция должна быть независимой и не должна быть вовлечена в получение денег от рекламодателя, чтобы они могли написать всегда текст, да, там, невзирая ни на что. Из-за этого иногда, конечно, бывают смешные инциденты. Например, редакция пишет, что какая-нибудь там вещь плохая и ненужная, примерно с этим там спецпроект выходит и там иногда приходится на пару дней это там разносить в пространстве и во времени, потому что такого вообще, конечно, никто не ожидает увидеть, потому что все привыкли как бы к инфоподдержкам, а тут такое, да, там, бам и как так. Вот, ну, собственно говоря, при этом у нас в службе, да, там, продаж и в отделе спецпроектов есть достаточная, да, там, экспертиза, то есть у нас есть редактор отдельный, который этим занимается, он при этом сидит с редакцией, да, там, постоянно обменивается с ней опытом, но это человек, который не вовлечен в производство редакционного контента. Отдельно у нас там отдел креатива, да, про что рассказывала моя коллега из РБК, да, там, про то, что очень важно внутри держать достаточное количество людей в команде. У нас большой креативный отдел, у нас там сейчас пять человек, которые постоянно придумывают идеи, но не просто руководствуясь тем, что классно было бы вот это сделать, а руководствуясь тем, какая стратегия у бренда, какие задачи у бренда, то есть это люди из рекламных агентств, из креатива, поэтому, собственно говоря, у нас всегда спецпроекты сделаны так, что и читателям они нравятся, и задачи бренда решают, потому что сделать просто какую-то, да, там, какую-то статью очень популярную и туда поставить продукт от клиента, ну, как бы это легко очень, то есть это элементарная задача, вопрос в том, что клиент получит по результатам, вот. Ну и мы постоянно еще инвестируем в исследования аудитории, проводим какие-то опросы, проводим исследования, покупаем аналитику, для того, чтобы лучше понимать вообще, что с точки зрения инсайтов происходит, что с точки зрения потребления происходит. И небольшой, да, там, небольшие примеры, вот, например, мы сделали для Tefal проект, это multi-channel проект, у нас была съемка для отпаривателей про субкультурные влияния на современную моду, а в social media мы сделали из этой съемки небольшие такие штуки в формате канвасов, адаптированные, соответственно, под Facebook, то есть это абсолютно другая верстка, абсолютно, ну, то есть другой тип материала, при этом история та же самая, очень хорошо все тоже сработало, всем очень понравилось. или Яндекс.Такси, да, там, для Яндекс.Такси мы сделали спецпроект, в котором мы разыгрывали сценки из фильмов с таксистами, поставив им вместо регистратора, двухсторонний регистратор, который снимает не только дорогу, но и то, что в машине происходит. И это у нас было в формате поста, и одновременно с этим мы сделали еще видео, да, там, которые пошли в соцсети в формате видео. Залезай! Я тоже люблю блондинок, вообще-то. Куда вам надо? Еще раз, медленнее, помедленнее. Бумба, большой бумба! Ну, я почти понял тебя. Тихо-тихо-тихо-тихо, тебя обидели, что ли? Потихонечку не кричи. Блондинка, ты говоришь английский? Я тебя не понимаю. Во-во-во-во, потихонечку получается. Ты надо бумба! Адрес, скажи адрес, куда ехать. Не пугай людей моей земли. Что это такое? Да не ной, как маленький ребенок. Вот, парикмахерская. Хочешь постричься? Хочешь волосы? Тихо-тихо-тихо-тихо. Парикмахерскую хочешь? Можешь тебя постричь хорошенько? Вот, в общем, видеоролики эти собрали, да, там, такой же охват, как пост на сайте. То есть, по сути дела, мы удвоили охват спецпроекта. Соответственно, для клиентов два раза снизили стоимость контакта. И при этом, да, там, то, что хотел сказать Яндекс, то, что у них спокойные водители, которые готовы, там, в любой странной ситуации, вести себя корректно и помогать пассажиру. Яндекс донес и в рамках, как бы, поста на сайте большого, и в рамках коротких форматов, да, там, небольшой текст плюс вот эти видео. Вот, да, охват очень сильно у нас вырос. Ну, и, соответственно, как мы сейчас работаем на данный момент? Мы делаем нативную рекламу, так мы это называем, 360. То есть, у нас есть всегда проект на сайте, плюс его модификация под Facebook, плюс дополнительная промо в Инстаграме, во Вконтакте. Если это видео, то мы еще задействуем, да, там, иногда YouTube. Ну, то есть, можем максимально проект дефрагментировать, но при этом, чтобы идея не страдала. И от того, что давайте мы нагоним трафик к нам на сайт на спецпроект, да, там, от такой концепции мы полностью уходим к концепции. Давайте в тех каналах, где наши читатели потребляют контент нашего бренда, мы им предоставим контент нашего рекламодателя в наилучшем виде. Ну, и тут короткое summary, в общем-то, да, там, как мы решаем, что где показывать, как мы что переупаковываем, да, там, отдельно у нас сейчас мы тестируем продукт, например, с тестами и какими-то играми, да, там, которые будут внутри мессенджеров жить, и внутри платформ таких, как ВКонтакте и Фейсбук, прям нативно отрабатывать. То есть, что-то на сайте, что-то там. Вот. Кажется, я успел. Представлюсь. Да, меня зовут Виктория Бухаркина, я издатель журнала «Гламур», издательский дом «Конденаст». Мы все еще здесь и планируем быть здесь же через пять лет. Но, действительно, в общем, все эти тренды, о которых говорили и Алексей, и все мои коллеги, они, действительно, имеют место быть. И, знаете, классное достаточно высказывание Джонатана Перельмана, одного из основателей BuzzFeed. Старое-старое, его фактически на всех конференциях все используют, что «Конденаста – это кин, но дистрибьюшн – это куин». И по-русски еще можно добавить, что это такая королева в штанах. Вот, на самом деле, это, действительно, самый главный тренд, что надо пытаться искать современные каналы дистрибуции контента, но от качественного контента нам точно никуда не деться. Хуже того, чем больше носителей и каналов коммуникации появляется, тем важнее становится, собственно говоря, то, о чем говорим мы, о чем говорят клиенты и их бренды. Собственно говоря, это такая маленькая преамбула к тому, что мы говорим с абсолютно новыми людьми, с людьми с стопроцентной эгоцентрикой в ДНК. Это люди, которые вообще ничего не хотят слушать, ничего не хотят читать, ничего не хотят думать и анализировать, хотят вдохновляться. И это, на самом деле, тоже история успеха Инстаграма и Снапчата. Не знаю, поможет ли изобретение подкастов и текстовых всяких историй с полным изменением медиа в будущем. Наверное, это тоже достаточно интересно, то, что делает Амазон, и то, что делает Эппл. Но мы все-таки пока живем в очень визуальную эпоху, поэтому это тоже нужно очень четко понимать. Собственно говоря, когда-то я была счастливейшим человеком. 12 лет назад я занималась одним журналом, мне казалось, что у меня невероятное количество времени на это уходит. Вообще, кроме работы, нет в моей жизни больше ничего. С тех пор изменилось достаточно много. Аудитория журнала была полтора миллиона человек, сейчас гламур на разных каналах читает почти шесть с половиной миллионов человек. А у меня при этом появилось двое детей, и как-то, в общем, я все еще успеваю. И на самом деле вопрос в том, что мы действительно совершенно иной скоростью воспринимаем информацию, и совершенно иной скоростью абсолютно мультиканально воспринимает информацию наш читатель. И, собственно говоря, ценность нас как паблишеров, вас как рекламных агенций наших любимых, уважаемых клиентов в том, чтобы понять, что людям нужно, и как им хочется об этом слушать, а главное, чем это может быть полезно. Вот, собственно говоря, мы сейчас абсолютно мультиканально доносим эту информацию, собственно говоря, в печатном журнале, на сайте, в мобильном сайте, в мессенджерах и в социальных сетях. Мы абсолютно везде, более того, у нас есть огромный проект с самплингом, который работает очень хорошо, потому что помимо технологий есть еще классические маркетинговые инструменты, которые, в общем, действительно работают. И если ты попробуешь то, что тебе нравится, ты реально с большим удовольствием это купишь. Потому что у нас есть проект под названием Glambox, который для бьюти-клиентов очень хорошо работает. Они распространяют самплы и всякие приглашения на мероприятия. И это отличная возможность, собственно говоря, онлайн или принтовым медиа работать оффлайн и помогать действительно повышать ROI наших клиентов. Собственно говоря, самые несчастные люди в этой ситуации это на самом деле не мы, не паблишеры, а это маркетологи и бренд-менеджеры наших клиентов, которые, собственно говоря, пытаются заставить вас, как рекламное агентство, искать новые инструменты. При этом рекламный бюджет не увеличивается. Как их был 100 рублей, так и осталось 100 рублей. Плюс-минус, если у бренда все очень хорошо. И, собственно говоря, раньше были мы, телек, чуть-чуть, может быть, интернет, реклама на местах продаж. Сейчас каждый бренд должен делать огромное количество всего за все те же 100 рублей, теми же самыми двумя руками одного и того же бренд-менеджера. И на самом деле вот в этом огромная задача в том, как в том количестве коммуникаций, которые каждый бренд должен выпускать, все-таки не потерять суть. И вместе с грязной водой не выплеснуть младенца. Вот это на самом деле очень важно. Интересно, ребята из Coca-Cola рассказывали, что у них еще буквально три года назад они там под каждый запуск делали одно видео, тратили на это 50 миллионов евро. Сидело, не знаю, 500 человек, очень долго думало о том, как это будет. Сейчас они за 100 тысяч евро должны сделать, я не знаю, 100 тысяч разных типов контента для разных каналов. Собственно говоря, бюджет уменьшился. Нас всех стало гораздо больше. И вот как найти ту аудиторию, которая все-таки хочет об этом знать, а главное, как до нее достучаться. Потому что, собственно говоря, еще год назад на всех конференциях мы все говорили про performance marketing. И я знаю, что соседние аудитории об этом все еще много говорят. На самом деле сейчас правда нужно говорить о viewability, несмотря на то, что многие наши коллеги считают, что это не важно. А на самом деле это важно. Все-таки действительно важно донести и посчитать количество физических людей, которые поймут и увидят твой контент, будь то нативные форматы или классическая реклама. Это на самом деле очень важно. Но все-таки все еще основной задачей каждого маркетолога, себя уважающего, остается возможность создать потребность в своем товаре. То есть если мы делаем классный контент, если вы продвигаете классный продукт и продвигаете его здорово, то в конце концов человек пойдет и купит. Поэтому, в общем, масса умных слов можно вокруг этого создавать. Но все-таки основную задачу точно не нужно забывать. А иногда у меня ощущение, что мы все здесь в широком смысле настолько ушли в подсчет цифр, что забыли, что, собственно говоря, продать молоко – это то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Собственно говоря, маленький пример из журнала GQ о том, как мы также как Кока-Кола революционируем. Здесь пример статьи про футболиста Федора Смолова. Очень известный чувак, модный у миленелов. Я ничего не понимаю в футболе, но мужчина симпатичный, поэтому посмотреть на него было приятно. Я подумала, что и женщин будет много в зале, поэтому подобрала именно его для варианта. Так вот, там еще 2-3 года назад мы бы сделали классную съемку, сделали бы статью, повесили бы себе орден, журналист бы съездил в 3 пресс-тура, выпил 5 бутылок Моэта, и все были бы счастливы. Вот сейчас, собственно говоря, журналистов стало меньше, а про одного Федора у нас вышло 18 публикаций на абсолютно всех каналах, и это, собственно говоря, ровно тот мультиканальный контент, который сейчас каждый паблишер издает не только для своих клиентов, но и для самих себя. Мы очень часто забываем о том, что мы не только канал распространения информации, но мы в первую очередь сами бренды, и мы агрегаторы тех самых правильных людей, которые в итоге должны покупать продукцию наших клиентов. Все, с теоретической частью, много очень было про это до меня, поэтому дальше я немножко покажу видео и покажу кейсы, которые мы делали, собственно говоря, мультиканально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы этим очень гордимся, поэтому мы продолжаем использовать всякие запрещенные слова, типа лучший, главный, самый умный. Это хорошо работает, помогает нам продавать, поэтому я, в общем, не стесняюсь. И контент этот мы переводим уже и в видеоформаты, и в социальные медиа. И самое главное, что уровень и качество этого контента позволяет нам работать не только с брендами масс-маркета, но и с брендами того самого искомого Лухаря, который все-таки является достаточно большим и серьезным двигателем в монетизации всех, многих, по крайней мере, площадок. И это действительно очень важно. Собственно говоря, я еще расскажу, что это нарезка из тех роликов, из тех проектов, которые мы сделали, с огромным количеством клиентов мы работали. Сейчас покажу, наверное, пару кейсов. Это кейс для Ланком, для группы Лореаль, которая называется «Битва блогеров Ланком», которую мы реализовывали на сайте журнала Allure. История, выросшая, на самом деле, из абсолютно маркетингового хода, мы решили сами у себя на сайте, так как Allure был проектом, полностью посвященный бьюти, чуть больше работать с бьюти-инфлюенсерами, с бьюти-видео, и решили, собственно говоря, их как-то агрегировать у себя на сайте. Все случайно сказали об этом Ланкому, который сказал так стоять, никуда не уходить, делать только со мной. И из этого вырос проект, который жил на Allure два года подряд. В этом году переезжает на Гламур. В этом году он получил приз на международной конференции Лореаль как лучший кейс среди всех брендов Лореаль Worldwide. То есть это достаточно такая большая и серьезная история. И, собственно говоря, помогает она объединить нашу брендовую компетенцию в том, что действительно хорошо, что правда работает, какие макияжные продукты работают. Кейс, собственно говоря, про макияж Ланком. Амплификейшн всего этого проекта был у блогеров. Очень много принта было задействовано, потому что это все еще, на самом деле, медиа, у которого самый высокий уровень доверия. По крайней мере, в женской части аудитории. И без него мы никуда. И, собственно говоря, вот что у нас получилось. Ланком, а 6-month YouTube competition show, a partnership with the world's most influential and interesting beauty magazine, Allure. 12 popular beauty bloggers have been competing over the course of 6 months. 24 episodes and over 80 videos using only Ланком's makeup products. Allure's YouTube channel was the core platform of the project, and we widely used contestants' channels to maximize reach. The participants were judged by a regular audience, a beauty professional, and Russia's most popular beauty blogger, Maria Way. We also created a native section on Allure.ru with a wide range of articles and tips written by beauty bloggers and Allure's editorial team. The project was also brought to life offline with print publications, beauty boxes, and events. In the fall of 2016, the second season of Allure's Battle of the Bloggers by Lancome was released. Eight popular YouTube beauty bloggers with a combined more than 3 million subscribers competed over a period of 4 months. 13 episodes and 29 videos using only Lancome's makeup products. Allure's website had been recently redesigned, so the Battle of the Bloggers had a new home where the users watched the competition and voted for their favorite contestants and also read a wide range of editorial articles and tips provided by the bloggers. This section also included profiles of the contestants and all of the materials released during the first season of the project. The Battle of the Bloggers went offline with print publications. The battle has clearly captured audiences' attention, with over 5 minutes spent on the project on average. The project has significantly boosted Lancome's social media presence. The episodes generated more than 5 million organic video views and more than 1 million likes. We reached amazing business results, plus 12% in brand awareness and plus 4% in brand usage among target audiences. 94% of viewers accessed additional information about Lancome on the web and in stores. The Battle of the Bloggers is a true game-changer for Lancome. Надеюсь, все поняли по-английски. Извините, да, видео было действительно для международного конкурса. История, собственно говоря, очень простая. Самая крутая история была в том, что нативные, по сути, рекламные видео и рекламные статьи на сайте в течение трех месяцев были самыми просматриваемыми материалами, в принципе, на платформе. То есть вот это очень важно. Мы все боимся того, что, боже, это рекламный проект, нас сейчас затопчут, от нас сейчас все уйдут, все откажутся. На самом деле, если классный проект, если классный контент правильно подобран и правильным tone of voice рассказан, то на самом деле читателям это нравится, особенно если это действительно тот контент, за которым они пришли. И миллион лайков – это, поверьте мне, очень круто. И 5 миллионов органических просмотров, при том, что никакого фактически сидинга не было, и трафик мы не закупаем. И, в общем, результаты действительно зашкаливающие. Покороче расскажу про люксовый проект Drive de Cartier, который делали на GQ. Здесь история была основная в том, что у Cartier нет разрешения брать локальных инфлюенсеров. Много уже говорили о том, что, конечно, селебы помогают привлекать аудиторию. И, собственно говоря, GQ здесь выступил таким маркетингово-креативным партнером. Мы договорились с Аркадием Новиковым, который абсолютно точно является опинин-лидером для большого количества людей. Про него интересно читать. Он сам по себе огромное количество внимания привлекает. Он, безусловно, дэнди. И, собственно говоря, с ним было сделано огромное количество материалов на GQ. Часть из них были брендированы Cartier, часть нет. Часть материалов, собственно говоря, не содержали, мы уже говорили сегодня об этих материалах, не содержали прямого упоминания клиента. Но в этот момент тут же появлялся брендинг CPM-ный. Вокруг этих статей по хэштегу они подтягивались. У нас сейчас все сайты липкие, все везде подтягивается, все умное. В общем, ужас какой-то. Огромное количество видео было снято как в России, так и во Флоренции. Тоже совершенно фантастические результаты. И здесь действительно здорово, потому что паблишер может помочь бренду локализировать контент. А у очень большого количества клиентов с этим есть проблемы и по гайдлайнам, и по возможностям, и по рукам, которые есть. Видео я, наверное... Я прям на секунду вам его покажу. Я думаю, что джентльмен – это все-таки больше поведение, наверное, где-то. Как он относится к своей семье, как относится к женщинам и что он делает. Если он делает все правильно, тогда это джентльмен. В Италии я бываю очень часто, даже чаще, чем в других странах. Я очень люблю Италию. Думаю, Италия любит меня. Обожаю итальянскую природу, итальянское море, итальянскую еду. Испытываю драйв от языка, от красоты зданий, от вкуса продуктов, от всего вокруг. Жена со мной советуется. Она все время спрашивает, как ты считаешь, там подойдет это платье или нет. Я никогда не советуюсь. Я все знаю сам. Я же джентльмен. Если мы куда-то выходим, конечно, естественно, мы понимаем, куда мы идем. Естественно, пытаемся как-то одеться. Ну, не одинаково, но все равно близко. У мужчины должен быть какой-то свой мотор, который должен его куда-то везти, давать какой-то определенный драйв. Но семья – это тыл, это основа, это масса, это вот твоя оболочка. Но вот мотор, он сам по себе. Почему я никого не приглашаю в гости? Как вы думаете? Я люблю организовывать приемы. Во-первых, для того, чтобы была идеальная вечеринка, нужно самому иметь настроение. Второе, важно, с кем ты пришел на вечеринку и кто вокруг тебя. Важно, чтобы люди были веселые. Ну и самое главное, наверное, вечеринка любая должна вовремя закончиться. На самом деле, серия нативных статей, которая была с Аркадием, одна из первых статей была «Как организовать идеальную вечеринку», вторая «Кого туда звать», третья «Секреты тайм-менеджмента Аркадия Новикова». На женских наших ресурсах были интервью с его женой о том, как жить с мужчиной, как Аркадий Новиков, как привлечь мужчину такого, как Аркадий Новиков и прочее. И я, к сожалению, не имею права по договоренностям с Кортье раскрывать цифры, но охваты были очень хорошие. И, собственно говоря, действительно, еще раз напомню, что мы обязательно каждый большой проект делаем мультиканально, то есть каждое видео было адаптировано, у каждого видео был тизер для всех социальных сетей, были разработаны тесты, были специально сделаны фотографии для Инстаграма, отдельные видео с титрами для Фейсбука. Это тоже очень важные маленькие типсы. На самом деле сейчас все видео в Фейсбуке в основном смотрят без звука. Очень важно, чтобы люди вообще понимали, о чем речь, потому что регулярно ты листаешь ленту, понимаешь, что там ленючее видео, кто, что, зачем, почему. В общем, совершенно нет в этом никакого смысла. И про Филипс, наверное, скажу два слова. Про него уже много говорили. Вообще Филипс какой-то самый креативный, по-моему, у нас, да, оказался. Были еще клиенты, о которых два раза сказали? Были? Да, вот тут, мне кажется, да, был же кейс отличный про бороду. Жалко, у меня тоже нет бороды. Вот, собственно говоря, у нас был кейс тоже два года подряд. И это особенная гордость. В 16-м году мы сделали историю под названием энциклопедия. Первая в Рунете энциклопедия эпиляции. Это такой хаб коммуникационный. Это видео, поэтому я не успеваю уже явно под слайды. Это информационный хаб, на который мы складывали нативные статьи, которые выходили на всех наших женских ресурсах. На Воге, на Татлере, на Гламуре и на Аллюре. Так, ну ладно, вот сейчас, пока я тогда вот про эту часть расскажу. Соответственно, и были нативные баннеры, которые ввели на домен третьего уровня, где весь этот контент собирался. Отличные были результаты по посещаемости. В 17-м году клиент к нам пришел, но сказал, что ему нужно больше. И в 17-м году, помимо того, что мы делали опять нативные статьи на всех женских ресурсах, мы сделали вечеринку, которая собрала общий охват постов в социальных сетях почти 8 миллионов человек. Мы пригласили блогеров и звезд, которые никогда в жизни бы не пришли на вечеринку «Филлипс», особенно без гонораров, и это тоже очень важно. Именно здесь с паблишером могут быть полезны, потому что многие опинин-лидеры хотят с нами дружить, хотят появляться на наших ресурсах, и здесь мы помогаем нашим клиентам сэкономить. 400 тысяч лайков собрали посты девочек, которые, собственно говоря, из Рица постили, как не в себя, извините, в огромном количестве. И самое главное, что на этом же мероприятии мы представили большое исследование. Это такой большой новый пласт работы, основанный на CRM-базах. Мы сейчас внимательно отслеживаем не только куки, но и, собственно говоря, физических людей, которые приходят к нам на сайты, покупают наши журналы или посещают наши сайты. Не спрашивайте меня, как инструменты, пока все еще в разработке. Нет, на самом деле, внятных инструментов, как отслеживать мультиканальную аудиторию, ее пересечения в том числе, и переводить это в людей, а не в куки. Но мы сделали большое исследование, собрали полторы тысячи анкет о том, какое место эпиляция занимает бьюти-рутине настоящей молодой женщины. И, собственно говоря, оказалось, что 98% женщин пока не нашли своего идеального решения этой проблемы. Почти 100% понимают, что проблема эта есть. И, собственно говоря, результаты этого исследования Philips сейчас будет использовать на местах продаж, будет использовать в B2B-коммуникации. На основе этих данных, собственно говоря, была история, всякие смешные факты мы вытаскивали для блогеров, которые постили и собрали 400 тысяч лайков. И это уже такая немножко не паблишинговая работа. То есть мы действительно работаем как креативное агентство для того, чтобы найти ключи к каждой аудитории нашего клиента. Опять весь материал переехал в нашу энциклопедию эпиляции. И, собственно говоря, осенью будет третий флайт этого проекта. И вот это, на самом деле, самая главная история, что мы фактически для каждого клиента пытаемся сделать такую очень пролонгированную историю. И клиенты остаются. Просмотров у этого проекта в целом было, по-моему, порядка 2 миллионов на всех ресурсах, которые у нас были. Ну и, собственно говоря, наша основная задача – это не забывать о return on investment, но понимать, что мы как контент-провайдер и как площадка все-таки в первую очередь можем помочь клиентам создать постоянные добрые и доверительные взаимоотношения с клиентом. Поэтому мы пытаемся перевести ROI в ROR. Это такой наш новый термин, который мы как мантру сами себя монструем, что думай о том, как твой читатель будет любить твоего клиента вместо тебя. И иногда это помогает. И последний слайд исключительно в поддержку того, что не дождетесь. Как я уже сказала, я доисторический печатный паблишер, у которого есть боты, мультиканальное распространение контента, видео внутри. У нас есть видеооператор в штате и вообще все у нас есть. Но на самом деле 18 миллионов людей в возрасте до 30 лет все еще читают бумажную прессу. А аудитория журнала «Гламур» примерно на 3% увеличилась в этом году. И тоже внутри молодой аудитории исключительно за счет той активности в диджитал, которую мы делаем и сами для себя, и для наших клиентов. И что будет через 5 лет? Думать сложно, странно, но есть надежда, что есть вещи, которые сохранятся. Вот мы, собственно говоря, бежим на пике всех инновационных технологий, при этом все еще очень верим в то, что действительно работает, а принт продолжает работать очень хорошо. Вот, так что не дождетесь, спасибо вам большое, все. Но на самом деле мы бы еще сидели, я думаю, что так интересно. А можешь прям два слова про мессенджеры рассказать? Потому что прям вот везде эта тема звучит, пока никто не знает, никак их монетизировать, ничего ждать, все-таки переходов на сайт или внутри расширяйте охват. Но мы на самом деле очень… Что делать номер один? Мы очень много что делаем в мессенджерах, мы тоже еще далеки от точного решения, что и как. У нас есть паблик-аккаунт в Вайбере, полтора миллиона человек сейчас там, что на самом деле это самая большая группа среди всех паблишеров в России. Значит, набрали мы их неорганическим образом, мы сделали очень классный, смешной стикер-пак, посвященный женщине года с фразами типа кто на свете всех милее, ничего не хочу решать, я же девочка и прочие вещи. Вот, собственно говоря, на предпоследнем слайде вот это вот один из «Я устала, ничего не хочу решать», как раз стикер из нашего стикер-пака. Его скачало два с половиной миллиона человек, из них полтора миллиона с нами остались в паблик-аккаунте. Ведем мы его примерно так же, как и поток в Фейсбуке. Там хуже работают прямые ссылки на сайт. И здесь я, наверное, соглашусь с Алексеем, что нужно понимать, что есть каналы коммуникации, которые невозможно использовать только как драйверы переходов на сайт. Тебе действительно нужно использовать их просто как самостоятельные инструменты для увеличения просмотров тех нативных проектов, на которые есть. Что ждет ваша аудитория именно в Вайбере от вас? От нас ждут максимально регулярных игровых всяких вещей, потому что мы много всего тестируем, мы тоже не знаем до конца, что там работает. Значит, что работает точно хорошо. Вещи типа «пять лучших платьев, проголосуй, какое тебе нравится». Сразу огромное количество. Вещи типа «доброе утро, чтобы утро было добрым, вот тебе чашечка кофе в виде гифки». При этом с точки зрения монетизации чашечка кофе может быть нарисована нашим прекрасным арт-директором и иметь некое довольно внятное брендирование. Если вы при этом получили, например, а это совершенно реально, на нашем паблик-аккаунте, по крайней мере, получили полторы-две тысячи лайков на эту чашечку, то это, в общем, равноценно статье на довольно внятных и больших проектах. Этим тоже можно делиться. У нас сейчас грядет довольно большой проект с икоммерсом. Не буду называть с каким, с люксовым и коммерсом в России, где мы будем ежедневно делать обзор лучших вещей с промо-кодами, соответственно, которым тоже люди могут делиться, и человек из паблик-аккаунта сможет посмотреть и воспользоваться этим. Это тоже путь монетизации. Паблик-аккаунт можно брендировать, можно делать так же, как в Инстаграме, брендированные посты. Огромное количество есть возможностей. Хотя для нас основная история – это коммуникация с этой огромной аудиторией. У нас, например, только в Фейсбуке 300 тысяч, а в Вайбере полтора миллиона. Вроде не обращать на это внимания, как-то странно. Но при этом процент переходов на сайт в мессенджерах действительно значительно ниже, чем и в Инстаграме, и на Фейсбуке. Но они есть. То есть у нас это порядка 150 тысяч переходов в день. Это, в общем, достаточно серьезный трафик, абсолютно органический, и главное, от нашей лояльной аудитории. Это большой процент и большое количество людей. Нам это тоже достаточно важно. Будем смотреть. И бот у нас тоже есть. Бот позволяет получать информацию исключительно по тегу. То есть, я не знаю, вас интересует только бьюти, вы будете получать только новости, которые касаются бьюти. Вас интересуют селебы, вы будете получать только информацию, касающуюся селебов, и опять возвращаясь к монетизации. Например, можно прекрасному бьюти-бренду какому-нибудь предложить, поспонсировать и забрендировать, и постоянно присутствовать контентом в фиде, посвященном только бьюти. То есть у вас там конверсия, конечно, будет несорезмеримо выше, если люди хотят об этом знать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова